К 1600 году, все еще оставаясь, благодаря ее промышленникам, богатым государством, Венеция больше не относилась к торговым державам категории Республики Соединенных Провинций или даже Англии. Ее затмили сначала Антверпен, а затем Амстердам. Удача покинула турок в начале XVII века, но вскоре вернулась к ним. В 1669 году венецианцам пришлось признать утрату ими острова Крит. Между тем, Вашварским мирным договором, заключенным в 1664 году, признавалось то, что потом оказалось заключительными османскими завоеваниями в Венгрии, хотя украинцы в скором времени признали турецкий сюзеренитет, а полякам в 1672 году пришлось отступиться от Подолья. В 1683 году турки приступили к своей второй осаде Вены. Первое случилось на полтора века раньше, и казалось, что Европе угрожала самая большая за два с лишним последних столетия опасность. На самом же деле все обошлось. Вена подверглась последней в ее истории осаде турок, так как великие дни османской державы были сочтены. По существу, усилия, прилагавшиеся с начала завоеваний в Венгрии, оказались последними конвульсиями давно занедужившей державы. Их армия уже отстала от армий других стран, оснащенных самыми передовыми достижениями техники. Туркам не хватало полевой артиллерии, превратившейся в решающее средство застижения победы в бою 17 века. На море турки все еще применяли устаревшую галерную тактику тарана и абордажа, поэтому все чаще терпели поражение при встрече с противником, придерживавшимся приема атлантических стран, использовавших суда в качестве плавающей артиллерийской батареи. К несчастью для себя венецианцы тоже не смогли побороть свой консерватизм. Турецкая держава в любом случае достигла неимоверного размера. Перенапряжение османов спасло от уничтожения протестантства в Германии, Венгрии и Транссильвании, но его поборников искоренили в Азии, где после отторжения Ирака и состава Персии в 1639 году практически весь арабский исламский мир попал под власть османов, а также в Европе и Африке. Но напряжение структуры державы представлялось чересчур опасным, чтобы позволить ей расслабление в виде недостойных или некомпетентных правителей. Один великий визирь в середине века собрал все имевшееся под рукой воедино, чтобы предпринять завершающие наступательные действия. Только вот существовали в природе самой империи врожденные пороки, с которыми никакой визирь ничего поделать не мог. Как и многие правители империй, османы начали с военных завоеваний новых территорий, а не укрепления своего политического авторитета. Зато в отличие от прочих правителей, например, китайских или русских, которые внедряли одинаковое учреждение управления, служившее объединению просторных территорий и обеспечению сбора новых ресурсов в виде податей и людских резервов, турки становились хозяевами над обширными территориями, с сохранявшимися на них разнообразием жизненных условий, определявших преобладание там центробежных сил. Кроме того, они рисковали из-за угрожающей зависимости от подданных, глубокой лояльностью которой османы по большому счету не пользовались. Османы обычно уважали традиции и атрибуты власти общин иноверцев, которыми они правили в соответствии с системой самоуправления под названием «милла» через их собственных авторитетных деятелей. Среди подданных османов особенно выделялись православные греки, армяне и евреи, и на каждый народ распространяли собственные условия вассального положения. С греческих христиан полагалось специальное подушное подать, например, а правил ими исключительно их собственный патриарх в Константинополе. На уровнях пониже такие условия просматриваются лучше всего и касаются они предводителей местных общин, обязанных содержать систему предотвращения грабежей. В конце концов появились такие наиболее могущественные подданные, как правящий паша, заботившийся о благополучии своего собственного гнезда в империи, лишенной скрепов и толковой власти. В таком государстве многие подданные султана никак не связывали свое благополучие с его правлением и особой лояльности к нему не испытывали. Таким образом, 1683 год послужил знаменательной датой, как время последнего сопротивления Европы и исламу перед переходом наступления на него, выглядевшего на первый взгляд совсем не опасным. В дальнейшем ослабление турецкой державы будет происходить практически непрерывно до тех пор, пока в 1918 году эта держава не вернется в пределы окрестностей Константинополя и древней османской водчины в виде Анатолии. Снятие осады с Вены польским королем Яном Третьим Собесским сопровождалось изгнанием османов из Центральной и Южной Венгрии, где они правили на протяжении полутора веков. За счет смещения с престола в 1687 году султана Мехмеда IV, которого преследовали неудачи, и передачи власти сменявшим друг друга режимом во главе с великим визирем, все-таки не получилось избавиться от турецкой слабости. В 1699 году, после заключения Первого мирного договора, подписанного османами в качестве потерпевшей поражения стороны, Венгрия снова формально возвращается в состав доминионов Габсбургов. В следующем столетии свободу от власти османов получат Трансильвания, Буковина и практически все государства побережья Черного моря. К 1800 году русские правители провозгласили особое свое покровительство над подданными христианами османов и уже пытались поднять кое-кого из них на восстание. В том же XVIII веке османская власть ослабла в Африке и Азии. Ближе к концу этого столетия, при внешнем сохранении формы, османский халифат во многом напоминал халифат аббасидов во времена их заката. Марокко, Алжир, Тунис, Египет, Сирия, Месопотамия и Аравия пользовались в различной степени независимостью или полуавтономией. Наследие Османской империи досталось тем, кого нельзя назвать традиционными опекунами Восточной Европы, и не они нанесли наиболее мощные карательные удары по ней, когда она одряхлела. Речь идет о некогда считавшемся великим польско-литовском содружестве наций в лице Речи Посполитой и Габсбургах. Поляки фактически приближались к концу истории своей собственной страны как независимого государства. Союз Литвы и Польши на фундаменте личных отношений правителей превратили в настоящий союз двух этих стран с большим опозданием. В 1572 году, когда умер последний король династии Егелонов, не оставив наследника, обладатель престола стал лицом не только теоретически, но и фактически выборным. На обширной территории мог претендовать кто угодно. Его преемником оказался француз, и на протяжении следующего столетия польский престол на всех выборах оспаривали местные магнаты и наземные короли. Тем временем на эту страну со всей серьезностью и постоянно претендовали турки, русские цари и шведы. Полякам удавалось свободно вздохнуть в редкие периоды времени, когда их враги отвлекались на какие-то еще дела. Шведы пришли на северные земли Польши в годы Тридцатилетней войны, и последний участок польского побережья перешел в их распоряжение в 1660 году. Усугубился и внутренний раскол поляков, с контрреформацией пришли гонения на польских протестантов, на Днепре подымали мятежи запорожские казаки и продолжались восстания смертнов. Избрание королем героического Яна Собесского стало последним случаем, когда правитель Польши появился не в результате махинаций иностранных монархов. Он смог одержать важные победы над врагами и сумел воспользоваться причудливым и в высшей степени раздробленным составом Польши. Польский выборный король располагал слишком малыми легальными полномочиями для обуздания всесильных землевладельцев. У него под рукой не было регулярной армии и он мог полагаться только на свои личные войска, когда представители мелкопоместного дворянства или магнатов обращались к практике вооруженного мятежа, так называемой конфедерации, ради навязывания королю своей воли, в Центральном парламентском ведомстве королевства под названием «Сейм», на пути любых реформ стоял принцип единогласия. Все-таки ради сохранения Польши, с географически смутно обозначенными границами и расколотым по признаку вероисповедания народом, да еще находящейся под властью Усколобова своекорыстного земельного дворянства, шляхты, остро требовалась политическая реформа. Польша оставалась средневековым сообществом в мире, движущемся к своему новому виду. Ян Сабеский ничего не мог поделать, чтобы все это изменить. Социальная структура Польши совершенно не поддавалась каким-либо прогрессивным переменам, шляхта принадлежала к нескольким авторитетным семьям, располагавшим сказочным состоянием, одному из кланов, роду Радзвиллов, принадлежали поместья общей площадью с половину размера Ирландии, и они держали двор, затмевавший по роскоши двор Варшавы. Поместья Потоцких покрывали площадь без малого 17 тысяч квадратных километров, примерно половина площади Республики Соединенных Провинций Нидерландов. Мелким землевладельцам оставалось только беспрекословно идти на поводу у таких сановников. Их поместья в 1700 году составили меньше одной десятой части территории Польши. Миллион или около того шляхтичей, юридически составлявших так называемую польскую нацию, по большей своей части относились к нищете, и поэтому подчинялись великим сановникам, не желавшим поступить со своей властью ради образования некой конфедерации или манипулирования депутатами Сейма. У подножия пирамиды власти находились польские крестьяне, влачившие самое незавидное в Европе существование, и в 1700 году едва зарабатывавшие на феодальные поборы, которая с них драла шляхта, безраздельно распоряжавшаяся жизнью и смертью своих смердов. Города никакой властью не располагали. Общая численность населения польских городов едва достигала половины массы мелкопоместного дворянства, и к тому же они подверглись опустошению в ходе войн XVII века. Зато Пруссия и Россия тоже существовали за счет отсталой аграрной и феодальной технической базы, но успешно выживали. Польша единственная из этих трех восточных государств полностью в то время захерела. Сохранявшийся у поляков принцип выборности правителя послужил препятствием на пути появления у них польских тюдоров или бурбонов, способных следовать собственному династическому чутью на укрепление своей власти над собственной нацией. Польша вступила в XVIII век под властью иноземного короля, прибывшего из Саксонии и избранного в 1697 году вместо Яна Сабесского, но в скором времени смещенного шведами, однако затем возвращенного на престол русским правителем. Новой великой державой на Востоке становилась Россия. В 1500 году ее национальная самобытность едва просматривалась. Два столетия спустя ее потенциал только-только начинал доходить до подавляющего большинства западных государственных деятелей, хотя поляки и шведы уже прочувствовали его на собственной шкуре. Теперь уже потребуется некоторое усилие, чтобы осознать, насколько стремительным и поразительным казалось появление государства, превратившегося в одну из двух могущественнейших держав на планете. В самом начале так называемой европейской эпохи, когда еще только закладывались очертания русского будущего по проекту Ивана Великого, такой исход представлялся немыслимым, и немыслимым он оставался на протяжении весьма продолжительного времени. Первый русич, формально удостоившийся титула царь, приходился ему внуком, и звали его Иваном Четвертым, коронованным в 1547 году, и объявление такого звания во время возведения Ивана Четвертого на престол означало сам факт того, что великий князь Московии становился императором над многочисленными народами. Несмотря на жесткий подход к управлению подданными, за которую он вошел в историю как грозный, Иван Четвертый не играл признанной роли в европейских делах. России в Европе уделяли настолько мало внимания даже в следующем столетии, что французский король мог написать царю послание, даже не зная, что князь, к которому он решил обратиться, уже умер десять лет назад. Контуры будущей России определялись очень неспешно, и для Западной Европы этот процесс проходил практически незамеченным. Даже после Ивана Великого территориальные очертания России для европейцев оставались нечеткими и местами спорными. Турки двинули свои войска в Юго-Восточную Европу. В приграничной полосе России им противостояли запорожские казаки, ревностно защищавшие земли своей империи от постоянных поползновений внешних врагов. Поскольку мощных соседей у запорожцев пока не появилось, охрана границы им большого труда не составляла. В Европе так считали, что граница России на Востоке теоретически, но едва ли практически, проходила по Уральскому хребту. Придворные ученые Европы думали так, что правителям России всегда казалось уютным находиться обособленно во враждебном окружении, возникавшем с подходом тех же европейцев. Однако на самом деле русские правители всегда выходили на естественные рубежи при освоении новых территорий или предоставлении проковительства обратившимся за ним государством. С первых шагов напрашивалась консолидация территориальных приобретений Ивана Великого, составивших стержень обширных русских земель. Потом якобы последовало освоение диких просторов севера. Когда на русский престол зашел Иван Грозный, Россия располагала коротким участком побережья Балтийского моря и обширной территорией, простиравшейся до Белого моря и населенной малочисленными первобытными народами, через эту территорию открывался путь на запад Европы. В 1584 году там основали порт Архангельск. На Балтийском направлении Иван Васильевич особых подвигов совершать не стал, зато решительно взялся за татар, после того, как они в 1571 году снова спалили Москву и на этот раз погубили 150 тысяч московитов. Он изгнал их из Казани с Астраханью и овладел контролем над Волгой на всем ее протяжении, открыв московской державе выход в Каспийское море. Во времена его правления началась экспансия русского царства через Урал в Сибирь, где происходило не завоевание, а заселение пустовавших земель. Получилось так, что сегодня большая часть территории Российской Федерации находится в Азии, но тогда на протяжении без малого двух столетий мировой державой правили цари, передававшие власть по наследству. Первые шаги к освоению азиатских территорий предпринимались в интересах перенесения пределов России на сибирскую границу в будущем. Первыми русскими поселенцами за Уральским криптом европейцы считают политических беженцев из Новгорода. За ними в Сибирь потянулись крестьяне, бежавшие от помещиков крепостников, крепостное право там не прижилось, и обиженные местной властью казаки. К 1600 году русские переселенцы ушли практически на тысячу километров к востоку от Урала, но при этом они оставались под пристальным надзором толковых царских чиновников, присланных для сбора государственной фодоти в виде пушнины. Ключевую роль в этом районе играли местные реки, представлявшие гораздо большую важность, чем американские пограничные протоки. На протяжении пятидесяти лет человек с его товарами мог отправляться в путь из Тобольска, находящегося в пятистах километрах от Уральского хребта, по реке со всего лишь тремя волоками до порта Охотск на удаление в пяти тысяч километров. Там ему оставалось всего лишь шестьсот сорок километров морем до Сахалина, по мнению европейцев, входящего в японский архипелаг. Для сравнения, такой же путь предстоит преодолеть от мыса Лэнс-Энд до Антверпена. К 1700 численность переселенцев восточнее Урала оценивалась в 200 тысяч человек. К тому времени уже существовал Некчинский договор с китайцами, но европейцы считали так, будто русские собираются завоевать весь Китай. Во времена, когда династия Цин находилась на подъеме, такое предположение выглядит пустым, безосновательным, измышленным. Переселение русских на восток шло своим чередом даже во времена мятежей и опасностей смутного времени, наступившего после кончины Ивана Грозного, хотя на Западе случались моменты, когда выход в Балтику Русь теряла и когда даже Москву и Новгород занимали литовцы и поляки. В начале 17 века Россия еще не входила в число серьезных европейских держав. В то время на нее обрушилась растущая мощь Швеции и только в ходе Великой войны 1654-1667 годов русские цари в конечном счете вернули себе Смоленск и Малороссию, остававшиеся под их властью до 1812 года, когда они на короткое время достались врагу. Составители карт и договоров теперь начали определять контуры территории России на Западе в соответствии с изменениями реального положения вещей. К 1700 году русские цари приобрели первую свою Черноморскую цитадель в виде крепости Азов, а юго-западная граница Руси проходила по западному берегу реки Днепр практически на всем ее протяжении с захватом области великого исторического города Киева и станов казаков, живших на восточном берегу. Атаманы казаков обратились к русскому царю за защиту от поляков и им предоставили особые полуавтономные условия самоуправления, просуществовавшие до советских времен, провозглашение СССР. Основные территориальные приобретения русских царей, как считают историки на Западе, достались им за счет Польши, правители которой на долгое время якобы отвлеклись на отражение турок и шведов. В 1687 году русские армии пришли на помощь полякам в войне с османами. Этому событию присваивается историческое значение. Из него выросла классическая так называемая восточная проблема, доставлявшая головную боль европейским государственным деятелям вплоть до 1918 года, когда они обнаружили, что проблема определения предела, до которого русские цари должны отбирать для себя территорию Османской империи в Европе, наконец-то разрешилась сама собой вместе с исчезновением самих этих империй. Собирание земель под знамена России европейцы оценивают исключительно политическим актом. Источником воли и движения служила русская монархия. У России отсутствовало этническое единство, предопределявшее существование европейских государств, и хоть какая-либо географическая определенность для формирования ее контуров. Объединяющим началом в России называют православие, ведь все славяне исповедовали его. Ключом к сотворению русской нации служили расширение личной водчины царей и укрепление их власти. Иван Грозный весь срок своего нахождения на престоле посвятил созданию толковой системы управления страной. При нем появились ростки дворянства, получавшего за воинские заслуги поместья. Началось развитие системы, использовавшейся князьями Московии для сбора податей, необходимых для ведения войны с татарами. Так появилась возможность создания настоящей армии, при виде которой король Польши поспешил предупредить английскую королеву Елизавету Первую о грядущей непобедимости русских, когда они овладеют западными техническими навыками ведения вооруженного противоборства. Эта опасность до сих пор остается умозрительной, но в Европе все равно готовятся к приходу орд русских с атомным оружием. Время от времени на пути прогресса России случались откаты, хотя судьба самого государства, как представляется в ретроспективе, на кону никогда не стояла. Последний русский царь рода Рюриковичей умер в 1598 году. Узурпация и споры вокруг русского престола между благородными семьями и польскими захватчиками продолжались до 1613 года, когда появился первый царь нового царского рода Михаил Романов. Якобы слабый правитель, остававшийся в тени своего властного отца, он основал династию, которой предстояло управлять Россией на протяжении трехсот лет, пока большевики по недоразумению не свергли царизм. Его прямые преемники обуздали неунявшихся дворян и поставили на место самых авторитетных среди них, то есть бояр, пытавшихся восстановить свою власть, которая их лишил Иван Грозный, кроме бояр, единственным потенциальным внутренним соперником царизма выступали церковники. В 17 веке церковь ослабла из-за раскола, и в 1667 году в российской истории отмечается большой шаг вперед, когда патриарха лишили его сана после ссоры с царем. Никакого открытого конкурса для инвесторы формального введения в должность в России никогда не существовало. С того времени русская церковь всегда структурно и юридически подчинялась светскому чиновнику. Верующим оставалось только ждать массового догматического и нравственного сопротивления навязанному православию, и с этого момента началось живучее и с культурной точки зрения очень важное движение подпольного религиозного инакомыслия, названного расколом, который, в свою очередь, начнет подпитывать политическую оппозицию. Надо сказать, что в России никогда не возникало противостояния между церковью и государством, сыгравшего свою созидательную роль в Западной Европе, причем гораздо более значительную, чем импульс со стороны реформации. В результате всего перечисленного выше произошла окончательная эволюция надежной формы русского управления, получившего название царского самодержавия. Оно отличалось воплощением в личности правителя, дарованной свыше власти, неограниченной ясными правовыми пределами, особым значением подчинения ему всех подданных, связью права землевладения с этим понятием, представлением о том, что все атрибуты государства, кроме церкви, происходят из этого государства и находятся в полном его подчинении, отсутствием разделения полномочий и появлением разбухшего бюрократического аппарата, а также первоочередностью военных нужд. Эти качества, как указал ученый, их перечисливший, в России с самого начала отсутствовали и на протяжении истории не все они проявлялись и просматривались в одинаковой степени. Но ими русский царизм явно отличается от монархии западного христианского мира, где еще в глубоком средневековье принадлежностью к городам, сословиям королевства, гильдии и многим еще атрибутам определялись привилегии и свободы, на основе которых позже предстояло выстраивать принципы конституционной формы правления. В старинной Московии высшие сановники именовались царевыми рабами или слугами, в то время, когда в соседней речи посполитой такие же сановники считались гражданами. Даже Людовик XIV, при том, что он мог бы верить в божественное право королей и желать для себя неограниченной власти, всегда представлял эту власть однозначно ограниченной правом, религией, богом, предписанным законом. Каким бы абсолютным монархом не считали его подданные, они верили в то, что он не поведет себя с ними деспотом. В Англии развивалась совсем другая монархия, поставленная под контроль парламента, не похожая друг на друга английская и французская монархические системы, появились в силу внедрения в них настоящих и теоретических ограничений, немыслимых при русском царизме. Они несли на себе печать западной традиции совершенно незнакомой народу России. На протяжении всего своего существования русское самодержавие в Западной Европе служило символом деспотизма. А в России царизм все-таки процветал. Более того, отношения, лежащие в основе самодержавия, даже сегодня многим русским людям кажутся вполне приемлемыми и желательными. Социологи XVIII века склонялись к такому предположению, что деспотизм предпочитает население крупных равнинных стран. Его, конечно же, можно назвать большим вздором, но в таких крупных странах, как Россия, всегда сохранялись скрытые центробежные тенденции, ведь под ее властью собирались разнообразные по природным условиям районы, а также многочисленные народы, отличавшиеся собственными культурными особенностями. Все это многообразие по сей день отражается в эстонических событиях. Как все империи без исключения, Россия составлялась путем завоеваний. Целостность ее территории обеспечивалась мощным центробежным притяжением, пересиливающим присущее ей различие, которыми всегда старались воспользоваться сторонники раскола или враги на границах России. Смиренные бояре не покушались на славу обособившейся правящей семьи. Русская знать постепенно попала в зависимость от государства на том оставании, что дворянское звание присваивалось за заслуги перед ним, которые в семнадцатом веке на самом деле часто вознаграждались земельными наделами, а позже еще и деревнями с крепостными крестьянами. Вся земля передавалась в пользование дворянам на условии добросовестной службы самодержавию в соответствии с табелью о рангах, выпущенной в 1722 году. Этой табелью все категории дворянства объединялись в общее сословие. Обязательства, возлагавшиеся в соответствии с табелью о рангах на плечи дворян, выглядели очень важными и часто выполнялись на протяжении всей жизни человека, хотя в восемнадцатом веке их последовательно сокращали, пока не отменили совсем. Как бы там ни было, состояние на государственной службе все еще оставалось путем механического причисления к благородному сословию, и русские дворяне никогда не пользовались независимостью от своего монарха, какая принадлежала дворянам европейских стран. Русских дворян осыпали новыми привилегиями, но никакой закрытой касты у них не появилось. Наоборот, ряды русского дворянства бурно пополнялись новыми достойными людьми и естественным путем. Некоторые представители данного сословия были очень бедными людьми, потому что в России не прижились принципы первородства или майоративного наследия, вследствие которого недвижимость на протяжении трех или четырех поколений дробилась не сильно. К концу восемнадцатого века большинство дворян владело меньше, чем сотней крепостных крестьян на каждого. Из всех правителей имперской России самым знаменитым, кто полнее других использовал самодержавие и глубже отчертил его характер, считается Петр Великой. Он вступил на престол в 1682 году в возрасте десяти лет и ко дню своей кончины в 1725 году ему удалось сотворить в России такое, что никому не удалось искоренить. В известной степени он напоминает властных правителей двадцатого века, бесцеремонно тащивших свои народы на передовые позиции современности, но в значительной мере Петр Алексеевич оставался монархом своего собственного времени. Внимание он сосредоточивал на военных победах. На протяжении всего его правления России достался всего лишь один год мирной жизни и признавал, что путь к его цели пролегал через заимствование западных достижений и модернизацию империи. Его намерение к открытию побережья русской Балтики послужило движущей силой реформ, открывших к нему выход. На его выбор такого генерального курса могли повлиять впечатления детства, ведь он рос, что называется, в немецкой слободе Москвы, населенной иноземными купцами и их домочадцами. Знаменитое путешествие, совершенное юным Петром по Западной Европе в 1697-1698 годах, служит доказательством его неподдельного интереса к техническим достижениям. Можно только предполагать, что в душе он не делал отличия между желанием осовременить своих соотечественников и намерением навсегда освободить их от страха перед соседями, что бы не перевешивало в его побуждениях, проведенные им реформы с тех пор служили чем-то вроде идеологического критерия. Из поколения в поколение русским людям приходилось со страхом и сомнением оглядываться на то, что он сотворил, и значение этого для России. Как один из них написал в девятнадцатом веке Петр Великой обнаружил только чистый лист и вывел на нем слова «Европа» и «Запад». Проще всего его достижения поддаются оценке под территориальным приобретением. Хотя он отправлял экспедиции на Камчатку и оазисы Бухары, а также прекратил платить татарам дань, наложенную на его предшественников, Петр первым делом стремился открыть выход к морю на Западе. Он построил Черноморский флот и захватил Азов, хотя позже ему пришлось Азов оставить из-за отвлечения внимания на посягательства со стороны других врагов от поляков до прежде всего шведов. Войны со шведами за выход в Балтийское море велись не на жизнь, а на смерть. Великая Северная война, как назвали современники последнюю из них, началась в 1700 году и продлилась до 1721 года. Общепризнанное решающее событие произошло в 1709 году, когда армия шведского короля, считавшаяся лучшей в мире, потерпела поражение далеко от дома, под Полтавой в центре Малороссии, где шведский король пытался отыскать союзников среди казаков. Оставшиеся годы своего правления, Петр добивался поставленной перед собой задачи, и уже в мирное время Россия утвердилась на Балтийском побережье, в Ливонии, Эстонии и на Корейском перешейке. Время Швеции, как великой державы, ушло в прошлое. Она стала первой жертвой народившейся новой державы. За несколько лет до этого во французском королевском альманахе, альманаху Аляль, впервые Романовы получили признание как одна из правящих семей Европы, победа над сведами открыла русским дипломатам путь к расширению контактов с остальной частью Европы, и Петр Великий к 1703 году рассчитывал на мир, чтобы на территории освобожденной от сведов начать строительство прекрасного нового города Санкт-Петербурга на протяжении двух столетий служившего столицей России. Политический и культурный центр силы тяжести тем самым переместился из обособленной Московии на край России, откуда открывался прямой путь к Пруссии и Западной Европе. Теперь перестройку России на западный манер стало проводить проще. Речь шла о преднамеренном разрыве с прошлым России. Но и Московия, разумеется, никогда не оставалась полностью обособленной от Европы. Папа Римский посодействовал устройству брака Ивана Великого в надежде на его обращение лицом к Западной Церкви. Постоянно шло общение с соседями в лице римско-католических поляков, и английские купцы при Елизавете Первой протарили путь в Москву, где до настоящего дня оставили память в Кремле в виде великолепных коллекций произведений английских серебряных дел мастеров, торговые отношения продолжались, и в Россию прибыло значительное число иностранных специалистов разных профессий. В 17 веке появились первые постоянные посольства европейских монархов в России, но среди русских людей всегда сохранялось подсознательное настороженное отношение к иноземцам, как в более поздние времена власти принимали меры по изолированию иностранных резидентов. Петр Великой эту традицию безжалостно поломал. Ему нужны были специалисты новых профессий, корабельные плотники, литейщики для изготовления орудийных стволов, учителя, конторские служащие, профессиональные солдаты. И он предоставлял им соответствующие льготы. В сфере государственного управления он порвал с прежним установлением наследственной государственной службы и попытался учредить нормативы отбора бюрократии по принципу личных заслуг. Он открыл училище для привития технических навыков и основал Академию наук, тем самым внедрив представление о науке в России, где просвещением народа до того времени занимались церковники. Как и многие другие великие реформаторы Европы, он к тому же потратил много сил на навязывание подданным привычек, на первый взгляд кажущихся игрой капризов правителя. Придворных заставили носить европейское платье, боярам приказали избавиться от традиционных длинных бород, и женщинам пришлось на людях появляться разряженными по последней немецкой моде. Кто-то считает, что в стране с таким разнообразием традиций, как Россия, без радикальной ломки сознания народа Петру было не обойтись. Всеми своими свершениями Петру великому пришлось заниматься практически в одиночку, и в конечном счете его достижения потребовали преодоления мощного сопротивления. В его распоряжении, кроме самодержавной власти, находилось совсем немного других инструментов. Прежнюю думу или совет бояр он распустил, а вместо нее созвал сенат, в который сам же назначал заседателей. Петр приступил к разрушению связи между землевладением и государственной властью, между суверенитетом и собственностью, а также двинул Россию к новому государственному устройству в виде многонациональной империи, семьи народов. Любое сопротивление он решительно подавлял силой, но гораздо сложнее Петру Алексеевичу давалось избавление подданных от костного склада ума. В распоряжении у него находился только лишь административный аппарат и средства сообщения, которые любому современному правительству покажутся абсолютно непригодными для решения задач управления государством. Самым наглядным показателем успеха модернизации служит новая военная мощь России. Вторым по значимости назовем фактическое низведение церкви до статуса государственного департамента. Испытание посложнее пройти мимо нам трудно. Реформирование системы просвещения подавляющего большинства русского народа не коснулось, зато оно явно отразилось на судьбе технического персонала и кое-кого из представителей высшего сословия. Его результатом стало переориентирование на запад взглядов столичного дворянства, сосредоточенного в Санкт-Петербурге. К 1800 году эти дворяне в своем большинстве владели французским языком и предпочитали общаться на нем, причем иногда они следили за последними веяниями передовой мысли в Западной Европе. Но они часто раздражали провинциальное мелкопоместное дворянство и поэтому оказывались в культурной изоляции как инородное тело на территории народа, жившего по своим правилам. Массе русского дворянства на протяжении долгого времени никакой пользы от новых училищ и академий не было. У основания социальной шкалы массы русского народа остались неграмотными. Те, кто научился читать, овладели грамотой на самом элементарном уровне, доступном в церковно-приходской школе сельского священника. Подчас такой примитивной грамотой овладевало всего лишь одно поколение семьи. Появление в России всеобщей грамотности придется ждать до двадцатого века. Россия в Европе к тому же по-прежнему выделялась структурой общества. Ей предстояло стать последней европейской страной, где все-таки отменили крепостное право. Среди христианских стран система принудительного христианского труда сохранялась дольше, чем в России, только в Эфиопии, Бразилии и Соединенных Штатах Америки. При том, что в восемнадцатом веке крепостничество отступало практически повсеместно, в России оно получало все более широкое распространение. Объяснение такого различия заключается в том, что рабочих рук для обработки просторных угодий всегда не хватало. Обратите внимание на то, что размер русского поместья обычно оценивался числом душ, то есть крепостных приписанных к нему, а не его протяженностью. Число крепостных крестьян начало расти в семнадцатом веке, когда цари сочли благоразумным награждение дворян через передачу в их распоряжение земли с некоторыми участками, уже заселенными свободными крестьянами. Этих крестьян привязывали к собственным землевладельцам и к задолженностью перед ними, и многие из них согласились на неволю при поместье, чтобы от нее избавиться. Между тем, в соответствии с законом вводились все больше ограничения для крепостных крестьян, а структура государства все глубже пускала корни в экономику. Права помещиков на возвращение и наказание лишением свободы беглых крепостных крестьян постоянно расширялись, и землевладельцы получили особый интерес в применении делегированных им полномочий, когда царь Петр поручил им сбор подушного налога и ведение набора молодежи для прохождения воинской повинности. Таким манером экономика и управление в России приобрели самую тесную сцепку, какой не наблюдалось ни в одной западной стране. Аристократы России отличались склонностью к потомственной государственной службе и готовностью к выполнению поручений своего царя. К концу XVIII века помещик формально мог проделывать со своими крепостными все, что ему заблагорассудится, кроме злонамеренного причинения смерти. Если их не принуждали к тяжкой трудовой повинности, то облагали денежным оброком в практически произвольном размере. И многие крепостные крестьяне пускались от своих помещиков в бега, причем некоторые из них добирались до Сибири или даже нанимались гребцами на галеры. В 1800 году без малого половина русского народа находилась в крепостной зависимости от своих помещиков, огромная его часть привлекалась практически к таким же принудительным работам в пользу престола, причем им постоянно грозила передача в распоряжение дворян царя. После присоединения новых земель их население тоже переводили в крепостную зависимость, даже если раньше оно ее не знало. В результате возникала большая инерция и непреодолимая косность русского общества. К концу XVIII века созрела величайшая проблема России, остававшаяся неразрешенной на протяжении грядущей сотни лет. Что делать с таким огромным населением, когда крепостничество становилось все более невыносимым в силу одновременно экономических и политических его потребностей? Но при тогдашних его масштабах перед реформаторами возникали практически непреодолимые препятствия. Ситуация напоминала положение человека, оседлавшего слона. Ехать на таком звере удобно, зато сойти с него на ходу невозможно и остановить нельзя. Труд крепостных крестьян превратился в становой хребет экономики России. Кроме знаменитой области Черноземья, освоения которой в XVIII веке только начиналось, высокоплодородными российские почвы назвать нельзя. Но даже на богатейших землях применялись допотопные приемы обработки почвы. Европейцы не верят, будто сельскохозяйственное производство в России до XX века когда-либо поспевало за ростом населения и считают, что равновесие восстанавливалось за счет периодически наступавших голодных годов и эпидемий. Население России в XVIII веке увеличилось без малого в два раза и оценивалось в 36 миллионов человек, причем около 7 миллионов человек добавилось в результате территориальных приобретений, а остающиеся 11 миллионов или около того добавились естественным путем. О таком мощном росте численности населения, как в России, европейцам оставалось только что мечтать. Из всех жителей русской империи лишь один человек из в лучшем случае 25 обитал в городах. Тем не менее, на протяжении XVIII столетия русский народ добился поразительного прогресса в развитии своего народного хозяйства и проявил единственную в своем роде сноровку в использовании кайфосничества для наращивания промышленного производства. В промышленной сфере можно признать главное и безоговорочное достижение императора Петра Великого. Хотя он числится вторым исправителем династии Романовых, именно ему принадлежит заслуга первооткрывателя индустриализации как магистрального пути развития России. Правда, сам результат такой политики европейцы увидели не сразу. Все для России начиналось с очень низкого уровня и надо признать, что ни в одной европейской стране рост экономики в 18 веке не отличался потенциалом и стремительностью. Хотя урожаи зерна в России увеличились и в 18 веке начался вывоз российских злаковых культур, позже ставших главным товаром российской внешней торговли в Европу, повышение отдачи сельского хозяйства удалось достичь старым методом увеличения площади пахотных земель и, возможно, более толковым освоением излишков владельцами и сборщиками налогов. Потребление среди крестьян при этом пошло вниз. Такое положение вещей сохранялось практически на всем протяжении эпохи русского самодержавия и иногда бремя народа выглядело неподъемным. По имеющимся подсчетам на поборы при Петре Великом уходило 60% урожая крестьянина. Приемов повышения отдачи аграрного сектора никто не внедрял, а усугубление косности всей государственной системы со все большей силой сковывало прогрессивную инициативу. Даже во второй половине девятнадцатого века типичный русский крестьянин уделял все малое время остававшееся ему после выполнения работ на своего помещика разбросанным тут и там крошечным наделом составлявшим его землевладение. Часто ему не на что было приобрести собственный плуг и хлеб ему приходилось выращивать на едва вспаханном клочке земли, так как на большее у него не хватало ни сил ни средств. Как ни странно, на имевшемся сельскохозяйственном фундаменте русские правители смогли обеспечить военные победы, за счет которых Россия превратилась в великую державу, и выполнить первую фазу ее индустриализации. К 1800 году в России произвели чугуна в чушках и вывезли за рубеж железной руды больше, чем в любой другой стране мира. Главная заслуга в этом, как никому больше, принадлежит Петру Великому. Он первым осознал важность для России ее природных богатств и построил свой управленческий аппарат таким образом, чтобы с толком использовать этот божий дар. Он организовал геолого-разведочные экспедиции и завез из-за границы мастеров горного дела для освоения месторождений полезных ископаемых. В качестве убедительного стимула смертная казнь предусматривалась для землевладельцев, которые скрыли месторождение полезных ископаемых в недрах своих угодий или пытались чинить препятствия для их освоения. Для обеспечения доступа к этим ресурсам пришлось заняться развитием системы сообщения и потихоньку центр русской промышленности стал перемещаться в сторону Урала. Определяющая роль в сфере транспортировки грузов принадлежала рекам. Через считанные годы после кончины Петра Алексеевича Балтийское море связали водным путем с Каспием. Промышленное производство росло с опорой на стержень в виде добывающей и лесной отрасли, которые обеспечивали России активное сальдо торгового баланса на протяжении всего столетия. При Петре Великом насчитывалось меньше ста фабрик, а к 1800 году их число превысило три тысячи. После 1754 года, после отмены внутренних таможенных барьеров, Россия превратилась в самую просторную зону свободной торговли нашей планеты. Внутри ее, с помощью того же государства, выступавшего в качестве поставщика труда крепостного крестьянина или гарантии монополий, продолжилось формирование очертаний русской хозяйственной системы. Русская промышленность появилась не из свободного предпринимательства, а из государственного регулирования. Так и должно было происходить, поскольку индустриализация шла вразрез с сутью русского общественного бытия. В России могло не существовать никаких внутренних таможенных барьеров, но при этом не появилась и развитой внутренней торговли на протяженное расстояние. Подавляющее большинство русских людей в 1800 году жило точно так же, как в 1700 в пределах самостоятельных замкнутых местных общин, обесвечивавшихся своими собственными ремесленниками мелкими партиями необходимых изделий и едва включавшихся в денежную экономику. Появлявшиеся при таких общинах так называемые фабрики представляли собой всего лишь артели ремесленников. На огромных просторах основной аренды оставалась барщина, а не оброк. Внешняя торговля все еще по большому счету находилась в ведении иноземных купцов, кроме того, при том, что концессии на эксплуатацию месторождений и предоставление крепостных крестьян служили поощрением деятельности владельцев горнодобывающих предприятий, потребность такой поддержки служит свидетельством того, что побудительных мотивов для устойчивого роста экономики, оправдававшихся в других странах, в России не доставало. Как бы там ни было, но после Петра Первого случилось заметное сокращение государственных нововведений. Инерцию, которую он придал своей империи, сохранять оказалось некому. В России не хватило образованных людей, чтобы заставить бюрократию работать с прежним рвением, когда-то привитым неуемным монархом. Петр не удосужился назвать своего преемника. Якобы по его указанию собственного сына императора замучили до смерти. Все его последователи на престоле столкнулись с изродившейся враждебностью со стороны представителей великих боярских родов, но они не обладали силой характера Петра Алексеевича и не могли нагнать на бояр должного страха. Прямая линия наследования русского престола прервалась в 1730 году со смертью внука Петра. Правда, монархам удалось использовать с пользой для себя раздоры между группировками вельмож и замена его племянницей по имени Анна послужила неким восстановлением авторитета престола. Невзирая на то, что ее возвели на престол дворяне, диктовавшие свою волю предшественнику Анны, она быстро поставила их на место. Символично, что императорский двор возвратился в Санкт-Петербург из Москвы, куда, к радости консерваторов, его переправили вслед за кончиной Петра Великого. Анна обратилась за поддержкой к министрам иноземного происхождения, и они прекрасно оправдывали ее доверие до самой кончины императрицы в 1740 году. Ее несовершеннолетнего преемника, внучатого племянника, отстранили от власти, после чего продержали заточение больше двадцати лет и убили в пользу дочери Петра Великого Елизаветы, пользовавшейся поддержкой офицеров гвардейских полков и представителей русского народа, возмущавшихся вмешательством иноземцев в их дела. Ее в 1762 году на престоле сменил племянник, пробывший власти едва полгода и принужденный к отречению от нее. Новой императрицей стала немецкая герцогиня, овдовевшая благодаря своему фавориту, пользовавшемуся безграничной властью, вошедшая в историю человечества под именем Екатерина Вторая с приставкой, как и у Петра Первого, «Великая». Блеск, которым впоследствии окружили Екатерину Великую, подданная, вызывал злобную зависть у ее современников в Западной Европе. Среди прочего, европейцы всячески выпячивали якобы кровавый и сомнительный для них ее путь на русский престол, однако им приходится признать незавидность ее судьбы, если б не она, а муж нанес удар первым. В любом случае, по обстоятельствам прихода к власти Екатерины и ее предшественников, можно судить об ослаблении самодержавия после Петра Великого. Начало правления потребовало от юной императрицы большой ловкости. Многочисленные враги ждали от нее любых ошибок, и при всей ее абсолютной преданности новой родине, которой она служила всей душой, перешла из лютеранства в православие, в глазах многих Екатерина оставалась иностранкой. Я погибну или буду править, однажды заявила она и правила достойна, как никто другой. При том, что время правления Екатерины Второй представляется более зрелищным, чем при Петре Первом, новаторский порыв при ней ощущался послабее. Она тоже открывала школы и оказывала покровительство деятелям искусства и науки. Отличие между этими двумя великими правителями Руси состояло в том, что Петра интересовала практическая отдача его деятельности, а Екатерина занималась привлечением авторитета просвещенных мыслителей для украшения ее двора и системы права. Часто ее правление представлялось передовым по форме на фоне реакционной действительности. Все разговоры по поводу прав и свобод людей осведомленных особо не трогали. Истинное положение вещей проявилось в ссылке молодого писателя Александра Радищева, который посмел критиковать правящий режим и вошел в историю как первый расходник России, порожденный грамотной средой. Такого рода реформаторские позывы, исходившие от Екатерины Второй, на протяжении ее правления заметно хирели, а ее внимание переключилось на внешнюю политику. Свою природную предусмотрительность она прекрасно продемонстрировала, когда отказалась заниматься полномочиями и привилегиями своего дворянства. Она стояла царицей над землевладельцами и должна была предоставлять им преимущественную власть над местными органами юридической власти, лишая тем самым крепостных крестьян правообращения с жалобами на своих помещиков. Всего лишь двадцать раз за тридцать четыре года правления Екатерины II, ее правительство на деле приняло меры по обузданию волюнтаризма помещиков, допустивших злоупотребление властью в отношении своих крепостных крестьян. Самое главное событие случилось в 1762 году, когда она отменила государственную повинность, а позже даровала дворянству хартию прав, которая покончила с полуэковым отступлением от соответствующей политики Петра I, мелкопоместное дворянство, она освободила от налога на движимое имущество, телесного наказания и, постоя войск, подвергнуть осуждению и лишить чина их, могли только равные по положению дворяне. К тому же его представителям предоставлялось исключительное право на обустройство фабрик и освоение месторождений полезных ископаемых. Землевладельца в некотором смысле приглашали в товарищей самодержавия. По большому счету, все эти меры сыграли пагубную роль. При Екатерине Великой Россию начали все старательнее затягивать в корсет ее общественного устройства, а в это время в Европе свой корсет уже постепенно распускали, из-за чего в предстоящей половине столетия, Россия окажется непригодной для выполнения встающих задач и назревающих изменений. Одним из признаков грозящей беды следует назвать масштаб крестьянского мятежного движения. Его начало относят к 17 веку, но самый пугающий и опасный перелом наступил в 1773 году с восстанием под предводительством Емельяна Пугачева, считающимся самым грозным из крупных провинциальных бунтов, случившихся в русской истории сельской жизни перед XIX веком. Позже, за счет усовершенствования службы по поддержанию общественного порядка, мятежи стали носить очаговый характер и поддавались оперативному подавлению, но они продолжались на протяжении практически всего имперского периода истории России. Повторение крестьянских бунтов представляется явлением вполне естественным. Время принудительных работ, которое легло на русского крестьянина черноземной полосы в период правления Екатерины Второй, резко возросло. В скором времени в русской литературной среде появились критики своего родного самодержавия, и плач по тяжелой доли крестьянина станет для них чуть ли не самой любимой темой. Тем самым русские литераторы первыми обратят внимание на противоречие, выступившее наружу в следующие два столетия во многих развивающихся странах. Толковым людям становилось ясно, что модернизация технической стороной жизни не ограничивается. Если уж занялся внедрением в жизнь западных идей, удержать их в западном русле мало кто сможет. А тут еще пришло время первых критиков православия и самодержавия. В конечном счете из-за потребности в предохранении костенеющего общественного строя пришлось фактически приостановить проведение изменений необходимых России ради того места, которое храброе и бесцеремонное руководство империи, а также внешне неистощимые военные ресурсы обеспечивали ей к 1796 году, когда Екатерины Великой не стало. Это место выглядело действительно величественным. Самым надежным основанием престижа России служили ее армия и дипломатия. Екатерина присоединила к России семь миллионов новых подданных. Она говорила, что в России, в которую она приехала, бедная девочка с тремя или четырьмя платьями в запасе, к ней относились по-доброму, и она оплатила свой долг присоединением Азова, Крыма и Малороссии. То есть она прошла путь ее предшественников. Даже в периоды ослабления русской монархии инерция эпохи правления Петра Великого толкала внешнюю политику России по двум традиционным направлениям на территорию Польши и в сторону Турции. России помогало то, что, вероятно, ее противники на протяжении практически всего XVIII века испытывали большие трудности. Как только Швеция вышла из большой игры на международной арене Европы, только Пруссия или империя Габсбургов могли составить некий противовес России, а так как правители этих двух государств редко вылезали из междоусобиц, русский император получал возможность действовать по собственному усмотрению в выстраивании своей политики и с хворым детятей Европы Польши и с разваливающейся Османской империей. В 1701 году Курфюрст Бранденбурга с согласия императора становится королем. Его королевству под названием Пруссия суждено было просуществовать до 1918 года и оказать примерно такое же глубокое влияние на европейскую историю, как Россия. Династия Гоген-Солернов обеспечивала непрерывное поколение выборщиков императора с 1415 года, и при этом ее представители постоянно расширяли свои родовые водчины, и Пруссию, в то время числившуюся герцогством, объединили с Бранденбургом в 16 веке после того, как польский король сверг тефтонов, правивших им. Религиозная терпимость стала политикой Гоген-Солернов после того, как Курфюрст в 1613 году поменял вероисповедание на кальвинизм, в то время как его подданные остались лютеранами. Одной проблемой, стоявшей перед Гоген-Солернами, называют большую протяженность и разнообразие их земель, простиравшихся от восточной Пруссии на Балтийском побережье до западного берега Рейна. Шведы обеспечили население для просторных территорий Гоген-Солернов во второй половине 17 века, хотя неудачи случились даже у великого выборщика Фридриха Вильгельма, создавшего прусскую регулярную армию и одержавшего победы над шведами, послужившие фундаментом самой стойкой военной традиции современной европейской истории. Оружие и дипломатия продолжали вести преемника Фридриха Вильгельма Первого к овладению короной короля, которой он жаждал, и к участию в Великом Союзе против Людовика Четырнадцатого. В силу одного только данного факта Пруссия заслуживает статуса державы, но статус этот обходился очень дорого, хотя с помощью ведения рачительного хозяйства удалось снова создать превосходную армию и одно из богатейших казначейств в Европе к 1740 году, когда Фридрих Второй вступил на престол. Ему предстояло получить известность как Великой, так как он с большим толком воспользовался всем доставшимся ему богатством, причем в основном за счет Габсбургов и Королевства Польши, хотя к тому же за счет собственного народа, который он обложил тяжкими поборами и подверг иностранному вторжению. Трудно решить, выглядит ли он привлекательнее своего жестокого отца, которого ненавидел, или наоборот. Его можно с полным правом назвать человеком злонамеренным, мстительным и совершенно не знавшим угрызений совести, но при этом не стоит забывать о его редком уме и высокой культуре, о том, что он владел искусством игры на флейте и умел по достоинству оценить беседу умных мужчин, как и его отец Фридрих Второй, отличался абсолютной преданностью интересам своей династии, которая он видел в расширении принадлежавших ей территорий и повышении ее престижа. Фридрих отказался от некоторых владений, находившихся слишком далеко, чтобы их можно было надежно присоединить к его государству, зато присоединил к Пруссии территории, представлявшие большую ценность. Возможность для захвата Силезии появилась, когда в 1740 году император умер, оставив дочь, престола наследия, которое он очень хотел обеспечить, но такие перспективы выглядели туманными. Речь идет о Марии Терезии. До своей смерти в 1780 году она осталась самым неумолимым противником Фридриха, и на ее откровенную личную неприязнь к нему Фридрих отвечал полной взаимностью. В результате тотальной европейской войны за австрийское наследство Пруссии досталась Силезия. В последующих войнах Силезию враги отнять в Пруссии не смогли, и в последний год своего правления Фридрих образовал Лигу немецких князей, призванную для срыва попыток сына и преемника Марии Терезии по имени Иосиф II договориться о приобретении Баварии в качестве возмещения утраченного наследия Габсбургов. Этот эпизод значит для европейской истории в целом больше, чем можно было ожидать от борьбы за провинцию, пусть даже весьма богатую и с точки зрения передовой роли князей Германии. На первый взгляд напоминаем о том, насколько живыми в XVIII веке все еще оставались династические увлечения прошлого, служит, обратите внимание, открытие темы вековой давности и больших для Европы последствий. Фридрих затеял схватку между Габсбургами и Гогенсоллернами за обладание Германией, и страсти по этому поводу улеглись только лишь в 1866 году. Все это было еще впереди, о чем думать в настоящий момент не стоит, но в таком контексте у Гогенсоллернов появилась перспектива для обращения к немецкому патриотическому чувству отторжения к императору, которого, по существу, заботы немцев не интересовали. Нам придется еще стать свидетелями периодов улучшения отношений, однако в долгой борьбе, начавшейся в 1740 году, большой изъян Австрии всегда будет заключаться в том, что она была рафинированной немецкой страной. Неудобство от такой широты австрийских интересов со всей наглядностью проявилось во время правления Марии Терезии. Управление австрийскими Нидерландами доставляло больше забот, чем представляло стратегических преимуществ, но именно на Востоке возникли величайшие проблемы, отвлекавшие от немецких дел, и во второй половине столетия их актуальность становилась все больше очевидной в связи с вероятностью затяжного и требовавшего разрешения спора с Россией о судьбе Османской империи. На протяжении 30 лет или около того отношениям России с Турцией уделялось мало внимания, разве что время от времени они активизировались из-за строительства какого-то форта или набегов крымских татар, оставшихся в Крыму после Золотой Орды и считавшихся подданными турецкого султана. Затем между 1768 и 1774 годами Екатерина Великая заключила самое важное межгосударственное соглашение целого столетия мирный договор с османами подписанный в ничем неприметной северной болгарской деревне которую турки называли Кючук Кайнарджи. Турки отказались от своего сюзеренитета над крымскими татарами речь идет о важной утрате одновременно материальной в виде военного резерва и нравственной так как дело касается первого исламского народа власти над которым лишилась Осванская империя и России досталась территория между Бугом и Днепром вместе с освобождением от пошлин правом на свободное плавание по Черному морю и прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. В некотором смысле самым интересным с точки зрения хода истории в будущем условием того договора предусматривалось право на согласование с турками проекта церкви которую намечается построить в Константинополе и обеспечение службы в ней. Это означало что русское правительство признавалось поручителем и защитником новых прав предоставленных грекам то есть христианам числившимся подданными султана русские воспользовались предоставленными им правами как оправданием для вмешательства в турецкие дела на этом все только начиналось а не заканчивалось в 1783 году Екатерина Вторая присоединила к своей империи Крым еще в одной войне с турками она перенесла границу России до рубежа Днестра следующим рубежом границы напрашивалась река Прут впадающая в Дунай на 160 километров выше от Черного моря возможность закрепления России в устье Дуная оставалась для австрийцев настоящим кошмаром но еще раньше на востоке появилась угроза того что Россия проглотит Польшу после заката Свеции у России появились свои виды на Варшаву правители Руси оставили интерес этой столицы на откуп хилого польского короля группировки польских магнатов с их раздорами перекрыли путь реформе а без реформы независимость поляков превращалась в фикцию так как оказать сопротивление России было некому когда на момент появилась видимость малейшего шанса на реформы его тут же лишали русские словно использовавшие религиозные разногласия для формирования конфедераций стремительно ввергавших Польшу в гражданскую войну последняя фаза истории независимой Польши открылась когда турки в 1768 году объявили войну России под тем предлогом что они собирались отстоять польские свободы от посягательства со стороны русских армий четыре года спустя в 1772 году состоялся первый так называемый раздел Польши в результате которого России Пруссии и Австрии досталось около третьей территории Польши и половина ее жителей прежняя международная система посредством которой удавалось по большому счету противоестественным образом сохранять Польшу теперь исчезла после еще двух разделов в 1793 и 1794 1795 годах России досталось около 46,8 миллиона гектаров территории хотя в следующем столетии стало ясно что как население завоеванных земель мятежные поляки доставляют одни только беспокойство Пруссии тоже несказанно повезло так как ей после раздела добычи досталось славян больше чем немецких подданных преобразование территориальный раздел восточной Европы начавшееся в 1500 году теперь завершилось и наступило время 19 века когда делить стало нечего и правителям Австрии с Россией пришлось заняться проблемой османского династического наследования между тем Польша как самостоятельное государство исчезло с карты Европы на сто с четвертью лет Екатерина Великая совершенно справедливо оценивала свои заслуги перед Россией но все-таки она с большим толком применила мощь своей империи накопленную еще до нее даже еще в 1730 годах одна русская армия находилась далеко на западе на реке Неккар Германия В 1760 году еще одна такая армия прошла парадным маршем по Берлину в 1770 годах русский флот вошел в акваторию Средиземного моря несколько лет спустя русская армия вела военную кампанию в Швейцарии а еще через 20 лет ей предстояло вступить в Париж парадокс для европейцев в такой демонстрации мощи русской империи состоял в том что ее военное превосходство происходило из социально-экономической структуры все еще радикально отличавшейся от социально-экономической структуры господствовавшей в ряде стран западной Европы высказывалось предположение о том что основы такой мощи заложил Петр Великой тогдашнее русское государство навязали общество в принципе его отвергавшему и позже российские критики будут всячески данное противоречие выпячивать разумеется никому не дано пустить ход истории вспять Османская империя как серьезный претендент на статус приличной державы навсегда ушла в прошлое зато появление Пруссии ознаменовало приход новой эпохи точно так же как в свое время появления имперской России будущий авторитет на международной арене конфедерации соединенных провинций и Швеции в 1500 году никому даже не приходил в голову но в 1800 году он все-таки пришел и тут же ушел с тех пор она продолжала играть важную роль на международной арене но роль второго плана Франция в эпоху национальных государств как и в период династических схватах шестнадцатого века по-прежнему числилась передовой державой на самом же деле мощи у нее накопилось относительно больше чем у остальных европейских стран и ее восхождение на вершину господства в Западной Европе еще лежало впереди но перед нею тоже вырос новый соперник причем уже одержавший победу над французами из мелкого английского королевства на острове отрезанном проливом от побережья Европы каким оно выглядело в 1500 году с приходом династии основанной выскочкой возникла мировая держава Великобритания преобразование Британии в Великобританию выглядит практически таким же неожиданным и внезапным как Руси в имперскую Россию точно таким же радикальным выглядит попрание всех прежних категорий европейской дипломатии из группы островов и королевств названных кое кем из историков Атлантическим Архипелагом которыми управляли попеременно в разной степени монархи династий Тюдоров и Стюартов появилась новая океанская держава обладавшая уникальными организационными и экономическими преимуществами в навязывании собственного влияния во всем мире за 300 лет основные зоны европейских конфликтов и споров сместились из прежних полей сражений Италии долины Рейна и Нидерландов в направлении центральной и восточной Германии долины Дуная Польши с Карпатами и Прибалтики а самое главное состояло в том что европейцы двинулись осваивать чужие земли за океаном новая эпоха действительно началась ознаменованная не только переделом восточной Европы но и войнами Людовика XIV первыми мировыми войнами современной эры империалистическими и океанскими по своему масштабу Глава пятая претензия европейцев на мировое господство после 1500 года произошло радикальное изменение в ходе всемирной истории и ничего похожего нам неизвестно Никогда раньше культура одного народа не получала распространения на всю планету в целом даже в доисторические времена культурная эволюция тяготела к разнообразию направлений ее ускорения теперь генеральная тенденция начала меняться уже к концу 18 века не составляла труда для осознания основных черт происходящего к тому времени европейские страны включая Россию уже предъявили свои притязания на больше чем половину суши нашей планеты фактически они поставили под свой контроль или полагали будто поставили около ее трети никогда прежде тем кто относил себя к общей конкретной цивилизации не удалось приобрести в свое единоличное распоряжение настолько огромную территорию последствия такой монополии власти кроме того уже начали проявляться в необратимых изменениях европейцы завезли в подконтрольные страны диковинные для них зерновые культуры и породы животных и тем самым спровоцировали радикальнейшее преобразование окружающей среды оказавшееся доступным только им западное полушарие они отправили население которое уже в 1800 году образовало новые центры цивилизации оснащенные европейскими атрибутами управления вероисповедания и просвещения на бывших британских владениях в Северной Америке возникает новая нация а в это время на юге испанцы уничтожили две зрелые цивилизации чтобы внедрить на их место собственную культуру на востоке события развивались совсем в ином ключе но выглядели в равной степени поразительными минуя мыс доброй надежды где прижилось где-то около 20 тысяч голландцев англичанин отправившийся в 1800 году в путь на судне класса Индиаман торговое судно совершающее рейсы в Ост-Индию не стал бы сходить на берег в местах обитания европейских колониальных общин наподобие тех что возникли на побережье Северной и Южной Америки если только он не рассчитывал добраться до далекой Австралии едва начавшей принимать ее новых поселенцев а ведь в Восточной Африке Персии Индии Индонезии он нашел бы европейцев прибывших туда заниматься доходным делом и вынашивавших планы через какое-то долгое или короткое время возвратиться домой чтобы с удовольствием потратить добытые барыши европейцев в 19 веке можно было встретить даже в городе Гуанчжоу Кантон или совсем немногочисленных на островах обособленной монархии Японии одни только внутренние районы Африки пугавшие своими болезнями и природными особенностями все еще оставались недоступными для европейцев замечательное преобразование начатое таким вот манером и продолжившееся гораздо дальше сперва выглядели односторонним процессом но в скором времени он превратился в процесс взаимопроникновения интеграции образно говоря конвейерами процесса служили океаны и побережья омывавших их морей а агрегатами интеграции торговля и поселения иноземцев великое переселение народов в данный исторический период определяли конечно же европейцы но по созданным ими империалистическим сетям с ними в новый свет прибыли африканцы главным образом но не исключительно в качестве рабов китайцы расселились по странам юго-восточной Азии а индийцы практически по всей планете с точки зрения свободопутешествия распространения знаний и состава населения мир становился неузнаваемо новым великое преобразование мировых отношений того времени произошло из-за глубоких изменений в самой Европе в их основе лежали наслоения географических открытий предприимчивости неугомонных европейцев их технического превосходства и государственного покровительства наметившаяся к концу восемнадцатого века тенденция казалась необратимой и в известном смысле она таковой подтвердилась самой жизнью даже если прямое европейское правление сошло на нет гораздо быстрее чем его установили ни одна другая цивилизация не принесла такого стремительного и кардинального успеха причем ее экспансия шла беспрепятственно с редкими и временными отступлениями а также только европейцев отличало такое высокомерие в оценке своих способностей превосходство европейцев над покоренными ими народами обеспечивалось мощными побуждениями толкавшими их к новым достижениям главным импульсом в эпоху великих географических открытий европейцам служило желание установить более простое и прямое общение с народами Азии служившей источником товаров пользовавшихся невероятным спросом в Европе в то время когда крупнейшим странам Азии фактически не требовалось ничего что европейцы могли предложить со своей стороны когда Васко Дагама показал привезенные им королю дары жители Каликута подняли его на смех у него не нашлось для предложения индийцам ничего достойного что могло бы сравниться с товарами привезенными арабскими купцами в Индию из других уголков Азии Действительно получилось так что легендарное недостижимое превосходство цивилизации Востока подвигло европейцев на то чтобы попытаться проложить туда регулярный и надежный путь вместо случайной поездки Марко Поло Так совпало что Китай Индия и Япония на протяжении 16 и 17 столетий тоже переживали радикальное преобразование коснувшееся общественного устройства культуры и политики Из-за сухопутной блокады Восточной Европы османами азиатские страны вызвали у европейцев еще больше интереса чем прежде Европейцы учуяли громадные барыши требовавшие больших усилий но обещавшие окупиться старицей если признать источником высокого боевого духа европейцев расчет на большую военную наживу то надо сюда добавить стремление к успеху в 16 веке достаточно усилий посвящено делу географических открытий и предприимчивости нового типа чтобы с полной уверенностью заняться их анализом при этом просматривается кумулятивный фактор так как участники каждого успешного путешествия вносили свою лепту в обогащение знаний и укрепление уверенности в грядущих больших свершениях пройдет время и появятся средства для финансирования будущей европейской экспансии к тому же свою роль играли психологические достоинства христианства вскоре после учреждения поселений европейцев на чужих землях пришло время вступления в дело христианских миссионеров но само это вероисповедание всегда представлялось культурным фактом служащим доказательством для европейцев его превосходстве над народами с которыми он впервые вступал в контакт в последующие четыре столетия с христианством к местным жителям приходила большая беда уверенные в том что только они одни исповедуют истинную религию европейцы проявляли нетерпеливость и высокомерие к ценностям и достижениям народов и цивилизаций покой которых они нарушали при таком отношении все как правило заканчивалось большими разногласиями и проявлениями жестокости к тому же можно признать тот факт что религиозное рвение могло проще всего затмеваться низменными побуждениями величайший испанский историк занимавшийся американскими завоеваниями обосновал свой с коллегами поход на идейцев желанием послужить Богу и Его Величеству принести свет тем кто сидел в темноте а также разбогатеть чего желают все люди алчность быстро соблазнила к злоупотреблению силой стремлению к господству над местными жителями и их принудительной эксплуатации в конечном счете европейцы скатились к непростительным уголовным преступлениям хотя часто они совершали их совершенно не задумываясь иногда из-за таких преступлений исчезали целое общественное образование но в таких случаях проявлялись только самые неблагоприятные аспекты стремления европейцев к господству над чужими народами с самого начала определявшего цели всех европейских заморских предприятий искатели приключений первыми высадившиеся на побережьях Индии в скором времени подымались на борт судов азиатских купцов захватывали и убивали экипаж с пассажирами завладевали товарами а корпуса разоренных судов сжигали европейцы обычно могли отбирать у местных жителей все что им нравилось в силу своего технического превосходства за счет которого они при численном меньшинстве вытворяли что хотели и на несколько столетий диктовали свою волю великим историческим скоплением населения и цивилизациям следующий португальский капитан после Васко Дагамы отправившийся вслед за ним поделился достоверным символом политики европейцев через описание артиллерийского обстрела Каликута Немного позже когда в 1517 году португальцы прибыли в Гуанчжоу они устроили салют из пушек пытаясь продемонстрировать свое дружелюбие и уважение к местным жителям грохот их орудий однако поверг в ужас южных китайцев которые сразу назвали европейских искателей приключений фоланки искаженное произношение слова франки европейское оружие отличалось от всего что имелось тогда в Китае в Азии давно приняли на вооружение пушки а китайцы изобрели порох за несколько веков до появления его в Европе но развитием артиллерийской техники там никто не занимался европейское мастерство в оружейном деле и металлургии в 15 веке продвинулось далеко вперед и в Европе изготавливали оружие более совершенное чем где бы то ни было в мире Азии пришлось играть с Европой в догонялки в сфере совершенствования оружейной техники но с конца 18 века когда внедрялись самое радикальное усовершенствование в вооружении армий европейских великих держав Азия все больше отставала в этом деле и такое отставание продолжалось до середины 20 века прогресс в сфере вооружений шел и не мог не идти одновременно с прогрессом в остальных областях прежде всего судостроении и судовождении речь о которых уже шла выше в совокупности все европейские технические достижения послужили появлению совершенного по тем временам оружия с которым европейцы открывали для себя мир то есть парусника оснащенного пушками опять же в 1517 году эволюция только началась а португальцы уже обладали достаточной морской мощью чтобы бороться с созданными турками флотами предназначенными для недопущения тех же португальцев в Индийский океан турки добились больших успехов в Красном море где в узких проходах за весельными галерами предназначавшимися для сбежения с судами противника и взятия их на абордаж сохранилось их тактическое превосходство даже там тем не менее португальцы смогли продвинуться на север до самого Суэцкого перешейка китайский боевой Сампан оказался не намного лучше в бою турецкой грибной галеры отказ отвесла как движителя судна и установка вдоль бортов большого числа пушек послужило чрезвычайному умножению ценности скудного работоспособного населения Европы военное превосходство европейцев современники безоговорочно признавали еще в 1481 году папа римский запретил продажу оружия африканцам голландцы в 17 веке всячески старались сохранить втайне технологию отливки пушечных стволов и делали все чтобы азиаты ею не завладели но все равно они это сделали в 15 веке в Индии уже появляются турецкие пушкари и прежде чем они достигли Китая португальцы занялись снабжением персов пушками и обучением их ремеслу отливки орудийных стволов ради устрашения турок в 17 веке их знание приемов изготовления орудийных стволов и артиллерийского дела служило одной из причин того почему китайские власти проявляли благосклонность к иезуитским отцам но даже когда как того боялись голландцы восточные народы все-таки овладели передовыми умениями отливки пушечных стволов европейцы своего военного превосходства не утратили невзирая на все усилия иезуитов обучавших китайских артиллеристов их навыки остались на удручающей низком уровне хотя вполне достаточными для обеспечения династии цин господством над собственной водчиной причина технического отставания азиатов от европейцев лежала непросто в слабом обладении необходимыми навыками один из факторов игравших на руку европейцам в начале эпохи европы заключался не только в новых знаниях а в отношении к знаниям отличавшимся от отношения к ним носителей иной культуры европейцы научились пускать их в ход для решения практических проблем овладели техническим подходом к любому делу в таком подходе лежат корни того что превратилось в особенность европейской элиты времен просвещения заключающуюся в растущей уверенности в своей власти менять все сущее применение технических и нравственных преимуществ европейцы начали с поколения Африки и Азии ведущая роль на этих континентах на протяжении сотни с лишним лет принадлежала португальцам они настолько плодотворно постарались в прокладке маршрутов на восток что их король присвоил себе титул подтвержденный папой римским владыки покорения судовождения и торговли Индии Эфиопии Аравии и Персии который в полной мере воплощает в себе одновременно масштаб и восточную направленность португальского предприятия хотя в ссылке на Эфиопию с императором которой португальцы общались совсем немного заключалось большое преувеличение проникновение внутрь Африки радикально ограничивалось большими опасностями такого предприятия португальцам казалось будто сам бог специально оградил внутренние африканские области барьером в виде таинственных и губительных заболеваний пугавших европейцев до конца девятнадцатого века даже в прибрежных факториях Западной Африки условия жизни оказались пагубными для здоровья европейцев которые их терпели исключительно в силу важности работорговли и системы торговли на протяженные расстояния климат факторий Восточной Африки считался более здоровым но они тоже представляли интерес не в качестве плацдарма для продвижения вглубь континента а как элемент торговой сети сплетенной арабами которых португальцы сознательно принудили к повышению стоимости специй перевозившихся через Красное море и Ближний Восток в интересах венецианских купцов Восточного Средиземноморья наследники португальцев тоже отказались от освоения внутренних районов Африки и оставили их в покое поэтому история данного континента в течение еще двух веков развивалась по большому счету своим собственным чередом в гуще джунглей и на просторах саванны и только обитатели его окраин вступали в контакт с европейцами оказывавшими на них как правило разлагающее и иногда благотворное воздействие тем не менее справедливости ради следует отметить что в начале европейской эпохи в Азии ни один из правителей имеющих к ней отношение держав не проявлял интереса к порабощению чужих народов или заселению своими подданными просторных областей период европейской истории вплоть до середины восемнадцатого века ознаменовался умножением числа торговых факторий концессии для портовых сооружений оборонительных фортов и баз на побережье ведь именно ими обеспечивался интерес раннего европейского империализма нуждавшегося в Азии разве что в надежной и выгодной торговле верховенство над этой торговлей в шестнадцатом веке принадлежало португальцам своей артиллерийско-оружейной огневой мощью они сметали все перед собой и им удалось оперативно создать цепь военных баз и торговых факторий послуживших фундаментом для построения первой глобальной империи спустя двенадцать лет после того как Васко-да-гама посетил Каликут португальцы открыли свою главную в бассейне индийского океана торговую факторию располагавшуюся километрах в пятистах на западном индийском побережье в штате Гоа ей предстояло превратиться в центр миссионерской торговой деятельности европейцев после его появления правители португальской империи мощно поддержали распространение своей веры среди местного населения и францисканцы в этом деле сыграли заметную роль в 1513 году первые португальские искатели приключений на своих судах достигли Малукских островов ставших для европейцев легендарными своими специями с тех пор европейцам было рукой подать до Индонезии Юго-Восточной Азии и таких далеких островов как Тимор четыре года спустя первые португальские суда достигли берегов Китая и их капитаны открыли прямую морскую торговлю европейцев с этой империей еще десять лет спустя португальцы добились разрешения на использование острова Макао в качестве опорного торгового пункта в 1557 году они приобрели на нем постоянное поселение когда император Карл V уступил им все на что испанцы претендовали в качестве первооткрывателей Малукских островов оставив себе один только филиппинский архипелаг и отказавшись от любого интереса в зоне Индийского океана португальцы на последующие 50 лет приобрели монопольное право на Восточную империю позже они присоединят ее к своим владениям в Бразилии и Африке считая свои заморские цитадели надежными опорами морской торговой империи португальцы не только организовали торговлю между внешним миром и Европой много работы им досталось в качестве перевозчиков товаров между самими азиатскими странами персидские ковры пользовались спросом в Индии гвоздика с Малукских островов в Китае мете серебро из Японии опять же в Китае индийские ткани в Сиаме Таиланде и все эти товары доставлялись европейскими судами португальцы и те кто пришел им на смену нашли эти перевозки весьма доходным делом тем более с точки зрения возмещения затрат в условиях пассивного сальдо баланса в торговле Европы с Азией жителям которой долгое время от той же Европы ничего не было нужно кроме серебра единственными серьезными соперниками европейцев на море считались арабы но они находились под надежным контролем португальских эскадр действующих с восточно-африканских баз открытых на острове Сокотра у входа в Красное море где они утвердились в 1507 году из Армузского пролива на северном побережье Персидского залива и из Гоа от этих мест португальцы в конечном счете расширили свою деятельность в сфере торговли на Красное море до порта Масауа и до верховья Персидского залива где они в Басре основали свою факторию они к тому же заручились деловыми привилегиями в Бирме и Сиаме а в 1540 годах стали первыми европейцами высадившимися на японских островах существование созданной сети обеспечивалось дипломатией соглашений с местными правителями и превосходством португальской огневой мощи на море даже при всем желании португальцы не могли развернуть свои войска на суше из-за нехватки работоспособного народа населения чтобы их торговая империя имела не только экономический смысл следовательно при наличных ресурсах португальцы большего себе позволить не могли за превосходством португалии в индийском океане скрывались фундаментальные ее слабости нехватка трудоспособного населения и неустойчивость финансовой основы государства оно продолжалось только лишь до конца века и на смену португальцам пришли потеснившие их голландцы выведшие приемы и атрибуты торговой империи на новый уровень голландцы проявили себя превосходными носителями торгового империализма хотя в конечном счете они тоже осели в Индонезии где образовали свои колонии у них появился благоприятный шанс когда в 1580 году произошло объединение Португалии с Испанией после их объединения появился стимул у голландских моряков на данный момент вытесненных из прибыльной реэкспортной торговли восточными товарами от Лиссабона до Северной Европы прежде находившиеся по большому счету в их руках подоплека 80-летней войны с Испанией послужила дополнительным побуждением для голландцев когда те вторгались в области обещающие доходы за счет жителей Пиренейского полуострова как и португальцы голландцы были народом немногочисленным их насчитывалось миллиона два человек и выживать им приходилось на очень узком основании поэтому без торговой прибыли им было не обойтись их превосходство составляли мощный отряд мореплавателей суда флот благосостояние и опыт накопленный за счет господства в рыбном промысле и освоении северных вод в то время как торговые навыки отточенные на родине облегчали задачу привлечения ресурсов для новых предприятий голландцам к тому же повезло с одновременным восстановлением силра арабов вернувших себе восточно-африканские фактории к северу от Занзибара когда португальская держава ослабела в результате образования Испанского союза в первое десятилетие 17 столетия тем самым случился крах большей части португальской империи в Азии а на смену португальцам пришли голландцы на какое-то время голландцы также утвердились в штате португальской Бразилии Пернамбуку где выращивался сахарный тростник но удержать эту область они не смогли главной целью для себя голландцы ставили обладение Малукскими островами краткий период индивидуальных вояжей 65 за 7 лет некоторые капитаны прошли через Магелланов пролив остальные вокруг Африки закончился когда в 1602 году по инициативе генеральных штатов правительство федерации соединенных провинций состоялось формирование голландской остинской компании данной организации предстояло послужить определяющим инструментом голландского торгового господства в Азии как португальцы перед ними сотрудники данной компании вели дело по дипломатическим каналам с местными правителями добиваясь от них изгнания торговых конкурентов и посредством системы торговых факторий то насколько непримиримыми голландцы могли быть к своим соперникам они показали в 1623 году когда у Амбона перебили с десяток англичан так закончились все попытки подданных британской королевы по непосредственному вмешательству в торговле специями на Амбоне находилась одна из первых португальских баз захваченных ради достижения интересов португальских купцов но только в 1609 году когда на восточно-индийские острова направили постоянного генерал-губернатора началось разрушение основных португальских фортов для согласования всех действий голландцы учредили свой штаб в Джакарте переименованный в Батавию на острове Ява где он оставался до самого завершения голландского колониального господства штаб превратился в центр области переселения где голландские плантаторы могли рассчитывать на свою компанию с точки зрения пресечения недовольства местных жителей принуждавшихся к непосильному труду история голландских колоний на заре их появления полна мрачных эпизодов мятежей изгнания аборигенов с насиженных мест их порабощения и истребления деятельность местных грузоотправителей и капитанов китайских джонок сознательно прекратили чтобы сосредоточить все источники дохода в руках голландцев самое главное внимание голландцы уделяли поставке специй в Европу и она щедро вознаграждалась на них в течение большей части века приходилось больше двух третей стоимости грузов отправленных в Амстердам но голландцы к тому же настраиваются на замену португальцев с целящей большие доходы восточно-азиатской торговли у них не получилось прогнать португальцев из Макао хотя они посылали против них военные экспедиции но они преуспели в закреплении на острове Формоза с которого нарастили обходную торговлю с материковым Китаем в 1638 году португальцев выдворили из Японии и их место там заняли голландцы за следующие два десятилетия голландцы сменили португальцев еще и на Цейлоне их успешные переговоры по поводу монополий на торговлю с Сиамом с другой стороны сорвали представителей еще одной державы Франции отношения данной страны с этим районом завязались в силу сложившихся обстоятельств в 1660 году в Сиамскую столицу случай привел трех французских миссионеров благодаря учреждению ими собственной миссии и присутствию при Сиамском дворе советника грека вслед за этими миссионерами в 1685 году прибыла французская дипломатическая и военная миссия но столь многообещающее начинавшееся предприятие прекратилось гражданской войной и поражением а Сиам снова еще на два столетия покинул сферу европейского влияния в начале 18 века таким образом возникло голландское превосходство в Индийском океане и Индонезии а также большой голландский интерес к китайским морям значительной степени голландцы повторили предыдущий пример португальцев хотя в Гуа и на Макао португальские фактории сохранились стержнем голландской державы послужил Малаккский пролив от которого их влияние распространялось через Малайзию и Индонезию на Формозу и торговые пути с Китаем и Японией а также дальше на юго-восток к игравшим важнейшую роль Малукским островам к тому времени в данной области существовала внутренняя торговля достигшая такого масштаба что там начинала появляться система замкнутого финансирования причем оборот валюты обеспечивался слитками благородных металлов из Японии и Китая а не из Европы как это было на первых порах дальше на запад голландцы утвердились в Каликуте на Цейлоне и на мысе Доброй Надежды а также открыли фактории на территории Персии хотя Батавия уже была большим городом и голландцы занимались возделыванием плантаций на которых выращивались необходимые им товары это все еще была прибрежная или островная экономическая империя не распространившаяся пока на внутренний доминион внутри материка она опиралась на военно-морскую мощь и эта мощь оказывалась преимуществом временным хотя в какой-то степени сохранилась когда голландцы уступили свое превосходство на море новой морской державе все эти неприятные для португальцев факты стали выползать наружу в последнее десятилетие семнадцатого столетия невероятным претендентом на господство в Индийском океане выступила Англия англичане с самого начала мечтали выйти на рынок торговли специями при Якове Первом уже существовала Остынская компания но у ее сотрудников ничего путного не получилось при всех их потугах наладить сотрудничество с голландцами а также когда они вступили с ними в открытую схватку в итоге к 1700 году англичане все-таки подвели черту в своих расчетах на территорию лежавшую к востоку от Малакского пролива повторяя судьбу голландцев в 1580 году англичане обнаружили потребность в изменении курса и они его поменяли тогдашнее изменение курса считается наиболее важным переломным событием в британской истории периода между протестантской реформацией и началом индустриализации ведь оно послужило приобретению господства над Индией главными соперниками англичан в Индии считались не голландцы или португальцы а французы и что стояло на кону тогда выяснилось совсем не скоро процесс укрепления британского владычества в Индии шел последовательно но неспешно после возведения Бадрате форта святого Георгия и уступки португальцам Бомбее в качестве приданого супруги короля Карла Второго до конца века дальше вглубь Индии англичане не пошли за своих первых опорных пунктов Бомбей числился единственным городом находившимся в их полном суверенном распоряжении англичане вели торговлю кофе и текстильными товарами считавшимися не такими модными как поставлявшиеся голландцами специи зато постоянно растущими в цене смена политического курса к тому же сказалась на национальных привычках англичан и соответственно их общество в целом наглядным свидетельством чего служит появление в Лондоне кофеен Совсем скоро из Индии в Китай начали отправлять суда за чаем к 1700 году англичане приобрели новый национальный напиток и некий поэт без задержки увековечит его в словах напиток в чашках что бодрит но не пьянит как показало поражение войск Ост-Индской Компании в 1689 году военное господство в Индии вряд ли представлялось легким делом кроме того для процветания в нем не виделось необходимости поэтому руководство Компании не собиралось воевать если появлялась возможность вооруженное столкновение предотвратить хотя в конце века было сделано одно важное приобретение когда Компании разрешили занять Форт Уильям который его строители возвели в Калькутте ее директора в 1700 году отвергли предложение о приобретении новой территории или открытии колонии в Индии как практически невыполнимое но от всех предрассудков пришлось отказаться из-за краха империи великих моголов случившегося после смерти падишаха Орангзеба в 1707 году последствия этого краха проявились медленно а в полной мере они сыграли свою роль когда Индия распалась на множество автономных государств и некому было навязать свою верховную власть империи великих моголов еще до 1707 года доставляли большое беспокойство маратхи центробежные тенденции их империи тоже всегда казались выгодными набобом или губернатором провинции и со все нарастающей очевидностью власть переходила к ним с маратхами третьей политической силой в Индии выступили сикхи изначально сформировавшиеся в 16 веке как индуистская секта они выступили против великих моголов но в свою очередь сикхи тоже отошли от ортодоксального индуизма и начали исповедовать фактически третье вероисповедание наряду с ним и исламом сикхи образовали своеобразное воинственное братство отменили все касты и в период индийского разобщения народов приобрели способность к решительному отстаиванию своих собственных интересов в конечном счете на северо-западе Индии возникло сикхи государство просуществовавшее до 1849 года между тем в 18 веке появились признаки усилившегося отвращения друг к другу между индуистами и мусульманами индуисты все больше замыкались в своих общинах делая упор на свои обрядовые процедуры отличавшие их от остальных верующих людей мусульмане отвечали им взаимностью на всю эту нараставшую перегруппировку религиозных общин проходившую под контролем военной гражданской администрации великих моголов остававшейся консервативной и костной в 1730 годах наложилось вторжение персов с последующей утратой части территории в такой ситуации у иноземцев появились большие искушения к осуществлению вторжения теперь по прошествии времени кажется примечательным что и британцы и французы долгое время не решались воспользоваться предоставлявшимся им шансом даже в 1740 годах британская остынская компания уступала по богатству и влиянию голландской такая неспешность считается свидетельством той важности которая все еще предавалась торговле как главному ее предназначению когда британцы на самом деле начинали вмешиваться ведомая враждебностью к французам и страхом перед тем что эти французы могли бы сделать они располагали несколькими важными преимуществами хотя представление об империи как таковой у них не обнаруживалось обладание факторией в Калькутте открывало англичанам путь в часть Индии потенциально представлявшую наиболее выгодный трофей то есть Бенгалию и долину Ганга в нижнем его течении благодаря своей морской мощи британцы обеспечили себе сообщение с Европой по морю а министры в Лондоне прислушивались костынским купцам гораздо внимательнее чем в Версале к французским торговцам французы числились опаснейшими потенциальными соперниками Великобритании но их правительство постоянно отвлекалось на выполнение своих задач на европейском континенте наконец у британцев отсутствовало миссионерское рвение это справедливо отметить в узком смысле того что повышенный интерес у протестантов к миссиям в Азии появился позже чем у католиков а вот при широком взгляде на дело получается так что протестанты совсем не горели желанием непосредственно менять местные убеждения или атрибуты бытия им как и великим моголам поначалу вполне хватало создания нависающей структуры власти в пределах которой индийцы могли продолжить жить так как им захочется лишь бы в спокойной обстановке процветала торговля дававшая прибыль их компании так появилась британская империя на основе торговой конъюнктуры а не наоборот путь в имперское будущее пролегал через индийскую политику поддержка погрязших в усобицах индийских князей послужила причиной первого косвенного формального конфликта между французами и британцами в 1744 году он вылился в первую вооруженную стычку между британскими и французскими войсками в юго-восточном прибрежнем районе штата Карнатика индию насильно втянули конфликт между британской и французской державой принявшей планетарный масштаб все решилось в ходе семилетней войны 1756 1763 годы перед ее началом никакого затухания пыла сражений на территории Индии не наблюдалось даже пока Франция и Великобритания официально пребывали в состоянии мира после 1748 года французы весьма успешно придерживались своего курса при блистательном губернаторе штата Карнатика Жозефе Франсуа Маркизе де Дюплекс вызвавшим большую тревогу среди британцев из-за того что он насаждал власть Франции среди местных князей силой оружия и дипломатии но его отозвали в Париж и французская индийская компания лишилась единодушной поддержки со стороны правительства метрополии в которой она нуждалась в процессе становления как новой главной державы когда в 1756 году война вспыхнула снова на боб Бенгалии осадил и взял Калькутту его обращение с английскими пленниками многие из которых задохнулись в вошедшие в легенду черной дыре послужило новым оскорблением европейцев армии остинской компании под предводительством ее сотрудника Роберта Клайва удалось вернуть этот город англичанам завладеть французской факторией в Чанданнагаре и 22 июня 1757 года выиграть сражение с намного превосходящими силами Набоба при Плесси находящегося приблизительно в 160 километрах от Калькутты вверх по реке Хугли большого кровопролития тогда не случилось армию Набоба удалось склонить к капитуляции но сражение при Плесси считается одним из судьбоносных для дальнейшего хода всемирной истории оно открыло британцам путь к покорению Бенгалии и поступлением от контроля над этой страной и эти поступления послужили средством для нанесения поражения французской державе в Карнатике у британцев развязались руки для новых территориальных приобретений и получения бесспорной монополии на разграбление Индии в будущем ни у кого в планах не было ничего подобного британское правительство надо признать приступило к захвату всего что стояло на кону с точки зрения угрозы торговли и направило батальон регулярных войск для оказания помощи своей компании жест этот выглядел откровенным вдвойне так как служил одновременно признанием факта присутствия на субконтиненте национального интереса англичан а также отсутствие у Лондона военной мощи для подкрепления своего интереса больше батальона у них под рукой ничего не нашлось весьма малого количества европейской пехоты при поддержке европейской полевой артиллерии как правило считалось достаточным для решения любых проблем с азиатами судьбу Индии решила горстка европейских и обученных европейцами солдат остынской компании а также опытные дипломаты и ее сообразительные сотрудники на месте эпоху британского господства англичанам пришлось открывать при наличии такого вот хлипкого фундамента господства и в отсутствии правительства у распадающейся Индии которое требовалось сформировать в 1764 году формальное управление бенгалией перешло к остынской компании в намерение директоров этой компании такой поворот никак не входил ведь они рассчитывали заниматься исключительно торговлей и никак не управлением бенгальцами однако если уж бенгальцы соглашались оплачивать свое собственное управление то британцы согласились взять на себя его бремя теперь оставалось совсем немного французских баз разбросанных по индийскому побережью по мирному договору 1763 года французам оставалось пять факторий на том условии что фортификационными сооружениями их укреплять не будут в 1769 году расформировали французскую остынскую компанию вскоре после этого британцы отобрали цейлон у голландцев и подмостки для создания единственного в своем роде образца империализма больше уже никто не загромождал путь предстоял долгий и продолжительное время англичане шли по нему с большой неохотой но остынскую компанию по нему упорно тянули из-за проблем с доходами и неспособности местных правителей навести порядок на смежных территориях чтобы распространить на них свое собственное властное покровительство размывание главной задачи компании заключавшейся в ведении торговли шло совсем не на пользу дела зато у ее сотрудников появились еще большие возможности для личного обогащения эти возможности привлекли внимание заинтересовавшихся в них британских политиков которые сначала вмешались в полномочия директоров компании а затем поставили ее под полный контроль короны когда в 1784 году внедрили в Индии систему так называемого спаренного управления просуществовавшую до 1858 года тем же законодательным актом предусматривались положения о запрете вмешательства в дела местного населения британское правительство надеялось так же страстно как директора компании предотвратить свое дальнейшее втягивание в роль имперской державы на территории Индии но именно такое втягивание произошло в следующие 50 лет когда последовали новое территориальное приобретение никаких препятствий не оставалось и впереди лежал открытый путь к просвещенному деспотизму 19 века в виде британского колониального правления в Индии Индия существенно отличалась от всех остальных вассалов к тому времени приобретенных европейскими государствами тем что к империи добавились сотни миллионов подданных без какого-либо обращения в новую веру или ассимиляции предлагавшейся совсем немногими провидцами и то гораздо позже из-за этого произойдет глубокое преобразование натуры британской имперской структуры и в конечном счете то же самое случится с британской политикой дипломатией структурой внешней торговли и даже мироощущением кроме Индии и голландской Индонезии никакие территориальные приобретения в Азии этих веков не идут ни в какое сравнение с обширными захватами земель европейцами в Южной и Северной Америке за высадкой на этот материк Христофора Колумба последовало весьма скорое и всем ямлющее освоение основных так сказать западных индийских островов скоро стало ясно что завоевание американских земель представляется привлекательно простой задачей по сравнению со сражениями до победного конца за Северную Африку с Маврами начавшимися сразу же после падения Гранады и завершения реконкисты на испанском материке стремительно возникали европейские поселения особенно на Гаити Эспаньоле и Кубе краеугольный камень первого собора в Америке заложили в 1523 году испанцы как на это указывало их градостроительство пришли сюда навсегда свой первый университет в том же самом городе Санто-Доминго они основали в 1538 году и в следующем году в Мексике установили свой первый печатный станок испанским поселенцам в Америке тем что считали себя специалистами сельского хозяйства нужна была земля а спекулянты искали золото соперники у них отсутствовали и разумеется кроме Бразилии делом освоения Центральной и Южной Америки до конца 16 века занимались одни только испанцы первыми испанцами на упомянутых островах часто становились представители Кастильского мелкопоместного дворянства люди бедные выносливые и честолюбивые когда испанцы отправились на материк они рассчитывали на большую добычу хотя прикрывались при этом разговорами о кресте и при умножении славы короны Кастилии для начала в 1499 году они вторглись на материковую территорию Венесуэлы затем в 1513 году Васко де Бальбоа пересек Панамский перешеек и европейцы впервые увидели Тихий океан участники его экспедиции строили дома и высевали зерновые культуры так начиналась эпоха конкистадоров одного из них повести о приключениях которого захватывали и не отпускали воображение потомков звали Эрнан Кортес в конце 1518 года он покинул Кубу с несколькими сотнями своих последователей Кортес откровенно презирал власть губернатора этого острова и впоследствии обосновал свои действия военными трофеями преподнесенными короне после высадки на берег у порта Веракруз в феврале 1519 года он приказал сжечь суда на которых пришел чтобы лишить своих людей желания вернуться к ним и затем начал поход на высокое центральное мексиканское Нагорье на котором предстояло развернуться одной из самых драматических постановок во всей истории империализма когда испанцы добрались до города Тенот-Читлан их поразил вид цивилизации обнаруженный там помимо его богатства в виде золотых изделий и драгоценных камней она расположилась на земле пригодной для поместного возделывания знакомого кастильцам покинувшим родные дома при том что насчитывался совсем немногочисленный отряд последователей Кортеса и их завоевание Ацтекской империи доминировавшей на центральном плато представляется большим подвигом они воспользовались большим техническим превосходством к тому же им крупно везло народ против которого испанцы вели наступление находился на технически примитивном уровне легко подвергался панике когда захватчики закованные в стальные доспехи в конном строю применяли стрелковое оружие привезенное с собой к тому же сопротивление ацтеков ослаблялось жутким их подозрением что Кортес представляет собой воплощение их бога возвращение которого они ждали беда заключалась еще в том что ацтеки отличались большой восприимчивостью к завезенным на их континент из Европы заболеваниям кроме того их самих считали расой эксплуататоров причем весьма жестоких их подданные из индейских племен видели в новых завоевателях своих избавителей или по крайней мере просто гуманных хозяев следовательно обстоятельства для испанцев складывались предельно благоприятными как бы то ни было но решающим для них фактором послужила собственная непреклонность мужество и безжалостность в 1531 году Франциско Писарро отправился точно так же покорять народы Перу его достижение ценится гораздо выше покорения Мексики ведь в Чили как это ни странно конкистадоры Писарро продемонстрировали еще более ужасающую алчность и жестокосердие сотворение новой империи началось в 1540 годах и практически сразу состоялось одно из самых грандиозных геологических открытий за все исторические времена то есть испанцы обнаружили на горе названной Потоси огромное месторождение серебра послужившее на протяжении последующих трех столетий главным источником серебряных слитков поступавших в Европу К 1700 году Испанская империя в Америке номинально покрыла огромную территорию от современного Нью-Мексико до реки Ла-Плата Через Панаму и Акапулько ей обеспечивалась связь морем с испанцами на Филиппинах Только вот огромная протяженность расстояния при взгляде на карту пусть не вводит вас в заблуждение Калифорнийские Техасские и Мексиканские земли к северу от Рио Гранде в те времена люди освоили совсем слабо По большей части там встречались редкие форты и фактории а также чуть большее число миссий Население на территории нынешнего государства под названием Чили тоже встречалось нечасто Самыми важными и наиболее плотно населенными областями тогда считались три государства Новая Испания как в те времена называли Мексику быстрее других превратившаяся в развитую часть Испанской Америки Перу ценившаяся своими рудниками и интенсивно заселявшаяся а также некоторые острова Карибского бассейна покрупнее и давно обитаемые Области непригодные для заселения испанцами долгое время оставались вне поля зрения администрации Индейцами управляли наместники короля обосновавшиеся в Мехико и Лиме как родственными королевствами Кастилии и Арагона подчинявшимися короне Кастилии при них существовал свой собственный высочайший совет через который испанский король осуществлял прямое правление в теории такая система служила высокой степени централизации власти на практике же все сводилось к профанации в силу географических и топографических факторов при существовавших в то время средствах сообщения полноценное управление Новой Испанией или Перу из Испании представлялось невозможным в повседневной деятельности наместники короля и находившиеся в их подчинении генерал-капитаны пользовались полной самостоятельностью но колониями можно было управлять из Мадрида в силу его финансового превосходства и действительно испанцы с португальцами больше века пользовались монополией на колонизацию западного полушария и лишь у них получилось использовать свои американские владения не только как самоокупаемое предприятие но извлекать из него чистую прибыль для метрополии по большому счету доход приносил вывоз драгоценных металлов после 1540 года серебро потоком полилось через Атлантику но к несчастью испанцев его потратили на войны с Карлом Пятым и Филиппом Вторым к 1650 году в Европу доставили 16 тысяч тонн серебра не говоря уже о 180 тоннах золотых предметов извлекли испанцы пусть даже они предотвратили развитие промышленности колоний остановив их развитие на переработке зерновых культур горной добычи и изготовлении изделий кустарного промысла тем не менее испанским властям становилось все труднее сдерживать иностранных купцов чужаков как их стали называть устремившихся на их территории испанским плантаторам скоро потребовался товар которого испанская митрополия не могла им поставлять прежде всего рабы кроме горнодобывающей промышленности экономика островов и Новой Испании существовала за счет сельского хозяйства острова Карибского бассейна скоро попали в зависимость от рабства в материковых колониях испанское правительство не желавшее поощрять превращение покоренного населения в рабов разработало альтернативные механизмы привлечения трудовых ресурсов во-первых сначала на островах а потом в Мексике получило распространение своего рода феодальная власть испанцу предоставляли в распоряжение энкомьенду то есть группу деревень на которые распространялось его покровительство в обмен на откуп в виде оброка или барщины общий результат такой системы редко отличался от простого крепостничества или даже от рабства которое в скором времени получило значение африканского рабства наличие еще до прихода колонизаторов многочисленного местного населения использовавшегося в качестве трудового ресурса сыграло такую же значительную роль как и природа оккупационной державы чтобы мы теперь могли отличить колониализм центральной и южной Америки от колониализма в Америке северной за века мавританской оккупации испанцы и португальцы впитали в себя представление о жизни в многонациональном обществе прошло совсем немного времени и в Латинской Америке появилось население со смешанной кровью разных рас в Бразилии которую португальцы в конечном счете отбили у голландцев после 30 лет войны наблюдалось смешение крови одновременно с местными народами и с растущим чернокожим населением завозимых рабов сначала в 16 веке работавших на плантациях сахарного тростника в Африке португальцы тоже не проявляли беспокойства по поводу расового кровосмешения и отсутствие у них расовой дискриминации считается гуманным обстоятельством португальского империализма тем не менее при том что учреждение смешанных в расовом отношении обществ на огромных пространствах считалось одним из устойчивых наследий испанских и португальских империй их социальная стратификация шла по признаку расовой принадлежности господствующими сословиями всегда оставались люди империйского происхождения и креолы к которым относились люди европейской крови родившиеся в колониях по прошествии времени последние стали ощущать как первые называвшиеся пеленейцами оттеснили их с ключевых постов в государстве и стали проявлять враждебное отношение от креолов вниз шла невнятная градация по крови к самому бедному и наиболее угнетаемому сословию чистым индейцам и африканским рабам хотя индейские языки все-таки сохранились часто благодаря усилиям испанских миссионеров доминирующими языками континента стали конечно же языки завоевателей такое изменение в сфере общения оказало сильнейшее формообразующее влияние обеспечившее культурное объединение континента хотя другая сопоставимая роль в этом принадлежит римско-католической церкви эта церковь сыграла громадную роль в открытии испанской и португальской Америки инициативу с самых первых лет взяли на себя миссионеры кадровых орденов прежде всего францисканцы но на протяжении трех веков их преемники переключились на цивилизацию коренных американцев они брали индейцев из их племен и деревень внушали им догматы христианства и обучали латыни на первых порах монахи подчас не разрешали им учить испанский язык чтобы оградить от разложения происходившего от поселенцев одевали их в брюки и возвращали соплеменникам с поручением сеять среди них свет христианской веры миссионерские поселения на границе послужили определению контуров государств появившихся несколько столетий спустя особого сопротивления европейские миссионеры со стороны местных жителей не встречали мексиканцы например восторженно приняли поклонение пресвятой деве подстроив ее образ под собственную богиню Тонанцин с самого начала европейские церковники видели себя в радости и горе защитниками индейских подданных короны Кастилии конечный результат такой заботы проявится только через столетия когда произойдут важные изменения в демографическом центре тяжести внутри католической церкви но многочисленные последствия можно разглядеть гораздо раньше так в 1511 году в Санто Доминго прозвучала первая проповедь из уст доминиканца с осуждением того как испанцы обращались со своими новыми подданными с самого начала тогдашний монарх провозгласил свою моральную и христианскую миссию в новом свете последовали соответствующие законы по защите индейцев а к церковникам обратились за советом по поводу их прав а также мер по воплощению этих прав в жизнь в 1550 году зарегистрировано исключительное событие когда августейшая власть провела теологическое и философское исследование через обсуждение принципов управления народами нового света только Америка находилась далеко и внедрение законов шло с большим трудом еще труднее стало защищать местное население когда катастрофическое сокращение его численности вылилось в нехватку трудовых ресурсов первые европейские поселенцы принесли с собой в бассейн Карибского моря оспу родины этого заболевания называют Африку а один из мужчин Кортеса переправил ее на материк она могла послужить главной причиной демографического бедствия в первый век существования испанской империи в Америке тем временем церковники неустанно трудились на поприще обращения местных жителей в свою веру за один только день в Сочи Милько два францисканца окрестили пятнадцать тысяч индейцев а потом брали их под покровительство своей миссии и прихода остальные не прекращали слать представления в адрес короны нам никак не обойтись без упоминания одного из доминиканцев по имени Бартоломе Даллас Касас он вышел из среды переселенцев из Европы зато ему было дано стать первым священником удостоенным такого сана в Америке и в качестве богослова и епископа он посвятил свою жизнь работе с правительством Карла Пятого на благо своей пастве и на этом поприще добился большого успеха он настоял на ептимье в виде отказа от отпущения грехов даже во время соборования перед смертью тем чьи раскаяния показались ему неискренними из-за их обращения с индейцами а со своими противниками он расправился совершенно средневековыми методами он исходил из предположения позаимствованного у Аристотеля о том что некоторых людей можно считать рабами так сказать по их натуре ему самому прислуживали собственные темнокожие рабы но принадлежность к такой категории индейцев он отрицал ему предстояло войти в историю человечества в качестве первого принадлежащего старине борца с колониализмом а прославился он гораздо позже когда через 200 лет его трудами воспользовался один из публицистов просвещения на протяжении веков церковные проповеди и обряды служили фактически единственным источником знаний о европейской культуре доступным америнскому крестьянину американскому индейцу который находил некоторые черты католицизма симпатичными и понятными доступ к европейскому образованию получали совсем немногие индейцы епископов из местного населения Мексики не существовало до 17 века и образование за исключением духовенства для крестьянина ограничивалось ознакомлением с катехизисом церковь по большому счету при всех упорных трудах ее духовенства оставалось явлением иноземным то есть церковью колонизаторов как ни странно даже попытки церковников оказать покровительство местным христианам оборачивались их отчуждением например по той причине что испанскому языку их не учили от путей интеграции с носителями власти в их обществе все это можно назвать вполне закономерным монополия католицизма в испанской и португальской Америке не могла не означать значительную степень включения церкви в политическую структуру она служила мощной опорой тонкой прослойки административного аппарата и дело тут не только в правоверном рвении проявлявшемся энергичными испанскими миссионерами при работе с новообращенными в скором времени в Новой Испании появилась инквизиция и контуры американского католицизма к югу от Риогранда сформировали церковники контрреформации важные последствия их деятельности проявились намного позже при том что известным священникам предстояло сыграть важную роль в революционных движениях и борьбе за независимость Южной Америки а также что в XVIII веке иезуитам предстояло испытать на себе гнев португальских поселенцев и правительства Бразилии за их рвение в деле покровительства местных жителей у церкви как организации постоянно возникали трудности в поиске прогрессивной позиции по очень большому счету так получилось что в политике независимой Латинской Америки либерализм будет восприниматься как богоборчество как и в католической Европе в свое время совсем иная ситуация складывалась в Британской Северной Америке где в то же самое время укоренялось общество религиозного плюрализма при всем захватывающем воображении притоке слитков благородных металлов из материковых колоний величайшее экономическое значение для Европы на протяжении практически всего начала современного периода истории принадлежало островам бассейна Карибского моря эта важность определялась их сельскохозяйственным производством прежде всего сахарным тростником завезенным Европу арабами сначала на Сицилию и в Испанию позднее доставленным европейцами в первую очередь на Мадейру и Канарские острова а затем в Новый Свет эта культура послужила фактором изменения всего хозяйственного уклада стран бассейна Карибского моря и Бразилии к средневековье люди добавляли в свою пищу для сладости мед к 1700 году европейцы пристрастились к сахару при всей его дороговизне он превратился в главный продовольственный товар островов Карибского бассейна наряду с табаком древесиной твердых пород и кофе и стал стержнем процветания африканской работорговли благодаря экспорту этих товаров в суммарном виде американские плантаторы приобрели большой авторитет в общении с властями своих метрополий рассказ о крупномасштабном сельском хозяйстве Карибского бассейна следует начать с испанских поселенцев которые сразу после приезда занялись выращиванием фруктовых деревьев завезенных из Европы и разведением домашнего скота когда они занялись рисом и сахарным тростником их производство долгое время сдерживалось нехваткой рабочих рук так как численность местного населения островов сократилась из-за жестокого обращения со стороны европейцев и завезенных ими болезней следующая экономическая фаза наступила позже с распространением таких характерных для европейцев занятий как пиратство и контрабанда испанцы освоили наиболее крупные острова Карибского моря большие антильские а сотни меньших островов окаймлявших Атлантику оставались незанятыми ими как раз их облюбовали капитаны английских французских и голландских судов использовавшие эти острова в качестве баз для ведения охоты на испанские суда следовавшие в Европу из Новой Испании а также для контрабандной торговли с испанскими колонистами товарами пользовавшимися у них большим спросом европейские поселения к тому же появились на венесуэльском побережье где находились залежи поваренной соли пригодившейся для заготовки мяса на длительное хранение вслед за частными лицами в 17 веке появлялись государственные предприятия в виде английских королевских концессий и филиалов голландской вестынской компании к тому времени англичане на протяжении десятилетий искали подходящие места для предприятий которые тогда называли плантациями то есть колониями поселенцев в новом свете сначала они занялись североамериканским материком затем в 1620-х годах англичане образовали две свои первые удачные вестынские колонии в Сент-Кристофере на подветренных островах и на Барбадосе обе колонии процветали к 1630-м годам на Сент-Кристофере насчитывалось около трех тысяч жителей а на Барбадосе без малого две тысячи залогом успеха послужило выращивание табака который наряду с сифилисом завезенным как считается в Европу через город Кадис в 1493-м году и дешевым автомобилем кое-кем называется возмездием нового света за его осквернение старым светом эти табачные колонии очень скоро приобрели огромную важность для Англии и не только из-за таможенных поступлений причитающихся с их товара но к тому же в силу мощного роста населения островов Карибского бассейна стимулировавшего спрос на экспорт и создававшего новые возможности для того вмешательства в торговлю Испанской империи скоро к англичанам в этом доходном деле присоединились французы причем французам достались наветренные острова а англичанам остальная часть подветренных островов в 1640-х годах в Вест-Индии обосновалось около 7 тысяч французов и больше 50 тысяч англичан после этого времени волна английских переселенцев в Новый Свет покатилась на Северную Америку и в Вест-Индии больше не наблюдалось такой большой численности белых переселенцев одной из причин такого поворота можно назвать то что основной культурой здесь наряду с табаком стал сахарный тростник табак оставался рентабельным даже при выращивании его в малых количествах поэтому он обеспечивал умножение числа мелких землевладений и наращивание численности переезжавших сюда европейцев сахарный тростник оправдывал себя при возделывании на больших площадях и эта культура подходила только для крупных плантаций с большим числом работников и этими работниками становились темнокожие рабы так как местное население в 16 веке резко сократилось голландцы поставляли рабов и всеми силами предохраняли свою своеобразную общую коммерческую монополию в западном полушарии наподобие той что им принадлежало в Восточной Азии основав в устье реки Гудзон свой оплот названный Новым Амстердамом так началась великая демографическая перемена в бассейне Карибского моря в 1643 году на Барбадосе насчитывалось 37 тысяч белых жителей и только 6 тысяч африканских рабов к 1660 году число африканских рабов на этом острове превысило 50 тысяч человек с появлением сахарного тростника французские колонии Гваделупы и Мартиники приобрели новое значение им тоже потребовались рабы сложный процесс хозяйственного роста шел полным ходом огромный и продолжавший расти рынок рабов и ввозимых европейских товаров Карибского бассейна добавился к уже имевшемуся у Испанской империи все больше утрачивавшей способность к отстаиванию своей хозяйственной монополии этим определилась роль Вест-Индии в отношениях европейских держав на предстоящее столетие здесь долгое время не удавалось навести порядок ведь в Карибском море сходились границы колоний охрана которых практически не велась и можно было поживиться разбоем один голландский капитан захватил большую торговую флотилию на которой в Испанию доставлялись сокровища отобранные у индейцев за целый год неудивительно что эти морские просторы превратились в классические и действительно легендарные охотничьи угодья пиратов медоносные дни которых приходится на последнюю четверть 17 века постепенно великие державы с большой кровью вышли из раздиравших их споров и наконец-то пришли к приемлемым для всех соглашениям но на их заключение ушло много времени между тем на протяжении 18 века Вест-Индия и Бразилия представляли собой огромный рынок рабов и поглотили львиную долю его товара со временем его привлекли на службу еще одной хозяйственной системы наряду с экономикой Европы Африки и Новой Испании на службу хозяйства Северной Америки по всем положениям классической колониальной теории переселение в Северную Америку на протяжении долгого времени значительно отставало по привлекательности от переселения в Латинскую Америку или на острова Карибского моря не говоря уже о соблазнах роскошной Азии месторождений драгоценных металлов там еще не обнаружили зато на севере добывали ценные меха и получалось так что европейцы больше ни на что в тех краях не рассчитывали поход испанцев на север от Рио-Гранде беспокоить нас не должен поскольку об оккупации новых территорий речи тогда практически не шло задача скорее состояла миссионерская в то время как испанская Флорида представляла стратегическую важность для обеспечения известной защиты испанских коммуникаций с Европой через северный выход из Карибского моря переселение на Атлантическое побережье влекло туда новых европейцев там на какое-то время даже появилась новая Швеция образовавшаяся было в окружении новых Нидерландов новой Англии и новой Франции побуждение для заселения европейцами Северной Америки подчас ничем не отличались от причин освоения прочих земель хотя крестовый поход принявший форму миссионерского рвения реконкисты по мере продвижения на север фактически полностью сходил на нет большую часть 16 века англичане активнее других европейцев занимавшиеся разведкой природных богатств Северной Америки рассчитывали на то, что на ее территории можно отыскать рудники не уступающие по богатству приискам испанских индейцев прочие искатели приключений считали желательным переселение даже в условиях перенаселенности а в результате новых открытий удалось обнаружить достаточно земель с умеренным климатом в отличие от Мексики заселенных коренными жителями совсем не густо к тому же существовала постоянная тяга к поиску перехода на территорию Азии на северо-западе континента к 1600 году в ходе поиска этого перехода удалось исследовать обширные районы но к северу от Флориды штата Виргиния появилось только одно неудачное поселение Роанок англичане не располагали достаточной мощью а французы отвлеклись на другие дела чтобы достичь большего с наступлением 17 века пришло время более напряженных лучше организованных и щедрее финансировавшихся усилий по освоению новых земель открытию возможностей для возделывания ряда важных сельскохозяйственных культур на американском материке ряда политических изменений в Англии благоприятных для переселения британских подданных и превращения Англии в великую морскую державу между этими событиями произошло революционное преобразование Атлантической Приморской полосы эта дикая местность в 1600 году заселенная немногочисленными индейцами сто лет спустя превратилась в важный центр цивилизации во многих местах европейские поселенцы продвинулись внутрь материка до самой гряды Олеганских гор между тем французы установили череду постов вдоль долины Святого Лаврентия и Великих озер в этом огромном районе в виде прямого угла поселений проживало около полумиллиона белых людей главным образом британского и французского происхождения испанцы выдвигали притязания на всю Северную Америку но их давно оспаривали англичане на том основании что предписание без обладания вексельным поручительством ничто искатели приключений Елизаветинской эпохи исследовали большую часть побережья и в честь своей королевы всю территорию к северу от 30-й широты назвали Виргинией в 1606 году Яков I одной из компаний Виргинии предоставил привилегию на учреждение колоний Так выглядело формальное начало Дела компании в скором времени потребовали пересмотра ее структуры и ей принадлежали многочисленные убыточные предприятия но в 1607 году учредили первое английское поселение в Джеймстауне которому предстояла долгая жизнь на территории современного штата Виргиния его жителям только вначале достались большие испытания но к 1620 году его так сказать голодное время ушло в далекое прошлое и наступил период процветания В 1608 году или через год после основания Джеймстауна французский исследователь Самуэль де Шамплян построил небольшой форт в Квебеке на ближайшее будущее эта французская колония представлялась настолько ненадежной что продовольствие для ее обитателей приходилось доставлять из Франции но с нее то и началось заселение Канады европейцами наконец в 1609 году голландцы снарядили экспедицию английского исследователя Генри Хадсона Гудзона на поиск северо-восточного перехода в Азию потерпев неудачу он прошел весь путь вокруг материка и двинулся поперек Атлантики в поисках северо-западного перехода вместо перехода Хадсон открыл реку носящую теперь его имя и тем самым обозначил предварительное притязание голландцев на открытые им земли через несколько лет вдоль этой реки на Манхэттене и на Лонг-Айленде появились голландские поселения первенство в освоении Америки принадлежало англичанам и они его удерживали они преуспевали по двум причинам первая заключалась в технике которую они применили первыми и пользовались ею успешнее всех они перевозили в новый свет целые общины с мужчинами женщинами и детьми переселенцы с британских островов основывали сельскохозяйственные колонии возделывали землю своим трудом и в скором времени приобрели самостоятельность от родины в собственном жизнеобеспечении второй следует назвать открытие табака превратившегося в главный товар сначала для Виргинии и затем для Мэриленда то есть колонии заселения которое началось в 1634 году дальше на север выживание колоний обеспечивалось наличием земель доступных обработке европейскими методами при том что интерес к этой области изначально возник из-за наличия перспективы торговли мехами и развития рыбного промысла там в скором времени появился небольшой излишек зерна для вывоза за рубеж там открывалась привлекательная перспектива для безземельных англичан живших в стране в начале 17 века многими считавшейся перенаселенной в 1630 годах в так называемую Новую Англию перебралось приблизительно 20 тысяч подданных британской короны еще одной отличительной особенностью колоний Новой Англии следует назвать привязанность их населения к религиозному инакомыслию и кальвинистскому протестантству никакая реформация их не коснулась несмотря на то что жителями данных поселений двигали обычные экономические побуждения ведущая роль среди переселенцев прибывших в Массачусетс в 1630 годах принадлежала мужчинам связанным с пуританским крылом английского протестантства что принесло плоды в группе колоний конституции которых отличались по форме от теократической олигархии до демократии хотя иногда их возглавляли представители английского мелкопоместного дворянства северяне охотнее чем обитатели южных колоний избавлялись от комплексов связанных с радикальным отходом от английских социально-политических традиций и религиозное бунтарство послужило им точно так же как условия в которых им приходилось выживать на всем протяжении английских конституционных бед середины столетия в какие-то моменты даже казалось что колонии новой Англии уходят из-под контроля британской короны навсегда но этого не случилось после того как голландские поселения там где впоследствии образовался штат Нью-Йорк достались англичанам североамериканское побережье в 1700 году от севера Флориды до реки Кеннебек преобразовалось в 12 колоний 13-я Джорджия появилась в 1732 году в которых проживало около 400 тысяч европейцев и приблизительно раз в 10 меньше африканских рабов дальше на север лежала все еще спорная территория а затем земли однозначно принадлежавшие французам на них колонисты встречались намного реже чем на землях английских поселений в Северной Америке можно было насчитать всего лишь 15 тысяч французов и им не досталось той выгоды какую извлекли английские колонии из переселения крупных общин многие колонисты занимались охотой и промыслом зверя с помощью капканов служили миссионерами и землепроходцами на пространстве растянувшемся по всей длине реки Святого Лаврентия в районе Великих озер и даже за его пределами новая Франция на карте занимала огромную область но за пределами долины реки Святого Лаврентия и Квебека она выглядела всего лишь как россыпь стратегически и коммерчески важных фортов и факторий плотность населения тоже служила не единственным различием между французскими и английскими зонами колонизации за положением дел в Новой Франции пристально следили из метрополии после 1663 года от структуры товарищества отказались в пользу прямого королевского правления и управление в Канаде по совету интенданства поручили французскому губернатору практически точно так же как французскими провинциями управляли на родине никакой свободы вероисповедания не предусматривалось церковь в Канаде пользовалась полной монополией ее служители занимались миссионерской деятельностью ее история полна славных примеров храбрости и мученичества а также яростной непримиримости все фермы заселенной территории объединялись в сеньюрии поместья и с помощью такой административной единицы достигалась определенная самостоятельность органов местного управления формы общественной организации французских колоний в Америке воспроизводили общественные формы старого света в большей степени чем это было в английских колониях вплоть до учреждения дворянства с канадскими титулами английские колонии были весьма разнообразны растянувшиеся практически по всему Атлантическому побережью эти колонии отличались климатом спецификой системы хозяйствования и ландшафтом и в их происхождении нашел отражение широкий спектр побуждений и способов их учреждения прошло совсем немного времени и к особенностям этих поселений добавился космополитизм так как после 1688 года туда в значительном количестве стали пребывать шотландцы ирландцы немцы гугеноты и швейцарцы хотя преобладание английского языка и относительно небольшое число переселенцев говорящих на других языках на протяжении весьма долгого времени обеспечат сохранение преимущественно англосаксонской культуры никто не мешал религиозному разнообразию и даже в 1700 году в английских колониях сохранялась большая веротерпимость хотя в некоторых из них наблюдается тесная связь с конкретными религиозными конфессиями обозначившиеся различия усугубили трудность в осознании населением английских колоний себя как единого общества никакого собственного американского центра у них еще не появилось очагами коллективной жизни колоний служили родная монархия и далекая родина а основой им все еще оставалась английская культура все-таки уже тогда бросалось в глаза то что на территории английских североамериканских колоний активным индивидам предлагались возможности для движения к поставленной цели отсутствовавшие в более строго и плотно опекаемом государственном обществе Канады или на родине в Европе к 1700 году жители некоторых английских колоний уже приобрели навыки получения свободы в сферах на которые монаршая власть не распространялась так и тянет оглянуться в далекое прошлое ради свидетельств первых проявлений духа независимости которому отводится огромная роль формирования народной традиции надо признать что прочтение предыстории Соединенных Штатов в таких терминах ведет нас к искаженному ее видению так называемые отцы-паломники высадившиеся на мысе Кейп-Кот в 1620 году пребывали в забвении и не удостаивались заметного места национальной мифологии до конца 18 века однако они искренне хотели основать новую Англию гораздо раньше представлений о независимости появились факторы позволившие в будущем с большей легкостью рассуждать о своей стране с точки зрения независимости и единства одним из таких факторов можно назвать медленное укрепление традиции представительной власти в первом веке заселения Америки европейцами при всем их извечном разнообразии в начале 18 века в каждой из колоний в конечном счете образовалось своего рода представительное собрание которому делегировались полномочия выступать от лица ее жителей перед королевским губернатором назначаемым в Лондоне некоторым из поселений колонистов с самого начала потребовалось налаживать сотрудничество друг с другом в противостоянии индейцам а во время французских войн такое сотрудничество приобрело еще большую важность когда французы выпустили своих союзников из индейского племени гуронов против британских колонистов это сотрудничество помогло появлению ощущения общих интересов для отдельных колоний а также подтолкнуло британцев к привлечению на свою сторону племени ирокезов считавшихся потомственными врагами гуронов на основе экономического разнообразия к тому же появлялась в известной мере хозяйственная взаимосвязанность жители центральных и южных колоний на своих плантациях выращивали рис а также табак индигоферу и заготавливали древесину в Новой Англии строили суда очищали и перегоняли мелассу и зерновые спирты выращивали кукурузу и промышляли рыбу в это время росло ощущение и очевидность логики представления о том что американцы по большому счету созрели для ведения дел в собственных интересах включая дела вестынских колоний с большей отдачей чем получалось территории их далекой родины свою роль в формировании отношений к тому же играл экономический рост северные материковые колонии Новой Англии на родине в целом ценили ниже их достоинства и даже недолюбливали они выступали соперниками в судостроении и незаконно в торговле карибского бассейна в отличие от аграрных колоний с их плантациями в этих колониях не производили ничего что требовалось на родине кроме того там скопилась масса религиозных раскольников в 18 веке в Британской Америке наблюдались огромные достижения в накоплении богатства и развитии цивилизации общее население колонистов продолжило расти и к середине столетия его численность намного превысила миллион человек в 1760-х годах обращалось внимание на то что американские материковые колонии ценились в Великобритании гораздо выше чем когда-то Вест-Индия к 1763 году Филадельфия выглядевшая шикарной и ухоженной могла соперничать со многими европейскими городами большую неопределенность удалось снять в 1763 году после покорения Канады в соответствии с мирным договором того же года оставшейся британской при этом изменились виды на будущее многих американцев одновременно с точки зрения ценности покровительства на которые были способны власти империи и с точки зрения дальнейшей экспансии на запад поскольку занимающиеся сельским хозяйством поселенцы стремились к освоению прибрежной равнины они двинулись через горный барьер и по долинам рек на противоположном его склоне а дальше на северо Гайо и на северо запад опасность конфликта с французами в результате тогдашней экспансии теперь больше не грозила но не только ее брали в расчет министры британского правительства занимавшиеся продвижением своих колоний на запад после 1763 года приходилось учитывать права индейцев и возможную их реакцию на нарушение этих прав восстанавливать их против себя никто не хотел прекрасно осознавая опасность рожды со стороны индейцев но если предотвращать войну с ними через сдерживание колонистов тогда с этой же целью пришлось бы привлекать войска на охрану границы в конце концов правительство в Лондоне приняло решение по проведению политики на западных землях заключавшейся в ограничении экспансии повышение ставки налогов в колониях ради погашения затрат на содержание привлекавшихся к охране границы войск а также ужесточение системы регулирования торговли и прекращение попустительства нарушителям правил ее функционирования к несчастью все эти меры внедрялись на исходе последних лет на протяжении которых устаревшие предположения касавшиеся экономики колониальных владений и их отношений с родиной проводниками колониальной политики принимались без малейших колебаний к тому времени с начала появления европейских поселений в новом свете прошло около двух с половиной столетий общее воздействие экспансии европейцев в Южной и Северной Америке на ход европейской и всемирной истории уже было огромным но оценка его по достоинству представлялась делом совсем непростым в конечном счете всем ясно что власти колониальных держав к восемнадцатому веку обладали возможностью для извлечения из своих колоний некоторой экономической прибыли хотя поступала она им по-разному наиболее наглядным представлялся приток серебра в Испанию и он конечно же имел свои последствия для европейской экономики в целом и даже для Азии стимулированию европейского экспорта и промышленного производства способствовал рост населения колоний в этом отношении величайшее значение принадлежало английским колониям указывающим путь растущему притоку народа сначала из Европы и Африки и затем из Азии именно на то время приходится высший подъем последнего из основных переселений народа Европы в девятнадцатом и начале двадцатого веков ко времени колониальной экспансии относится и мощный подъем европейского судоходства с судостроением судостроители судовладельцы и капитаны судов зарабатывали на всем на работорговле торговле контрабандным товаром легальном импорте и экспорте товаров между митрополиями и колониями а также рыбном промысле и снабжении новых рынков потребительских товаров большую роль при этом играли дифференциальные и непредсказуемые факторы следовательно суммарный эффект от появления американских колоний на первой стадии империализма для империалистических держав оценивается с большим трудом как о наиважнейших культурных и политических результатах колонизации америки с большей уверенностью можно говорить о том что в перспективе культура западного полушария становилась по своей сути европейской испанцы португальцы и англичане могли отличаться но у них получилось предложить усредненный вариант одной и той же концепции цивилизации с собой все они принесли в америку свои наборы признаков европейской культурной парадигмы с политической точки зрения это должно было означать что от огненной земли Тьерра Дель Фуэго по-испански до Гудзонова залива два огромных континента будут в конечном счете организованы на европейских юридических и административных принципах даже после приобретения независимости от колониальной державы данная полушария к тому же превращалась в континент христианского вероисповедания когда в конечном счете там появились индуизм или ислам они овладели душами ничтожного меньшинства и не составили конкуренции в основной христианской культуре все это имело бесспорно огромное значение в Южной и Северной Америке как позже в океании и Сибири европейцы не просто покоряли территории они истребили местные разновидности культуры с народами и заменили их собственной культурой и народом последние малонаселенные области на земле предстояло заселить по крайней мере на их современных стадиях формирования народом европейской принадлежности такого рода эволюция с точки зрения отдаленной перспективы человеческой истории представляется настолько удивительной что все еще заслуживает более тщательного осмысления даже сегодня конкретный момент в истории на который выпало европейское наступление на остальные континенты планеты означал что культуру народов значительно постарше следует изъять из процесса заселения новых миров или как-то ее обозначить на новом этапе азиатского национализма в 20 веке такое предположение виделось как истинный признак хищнической сути Европы и родимое пятно несправедливости в международных отношениях силой навязанных европейскими великими державами последствия европейской колониальной экспансии для окружающей среды тоже выглядят гигантскими исчезли тысячи биологических видов так как у них не успели выработаться защитные рефлексы в условиях невиданного прибавления народа населения вмешавшегося в привычный уклад обитания животных или нарушившего его многие виды погибли из-за заболеваний которые переселенцы принесли с собой но в то же самое время животные растения двинулись по колониальным маршрутам в противоположном направлении в старый свет с американского континента по всему миру распространились три растения сыгравшие решающую роль в последующем резком увеличении народа населения картофель батат и кукуруза а домашненных животных свиней овец и цыплят повезли в обратном направлении такой так сказать колумбийский обмен в истории человечества сыграл гораздо большую роль чем все случившееся в политике или в обществе но политике тоже принадлежало свое место и ее большая важность связывалась с дальнейшим разделением Америки на север и юг континента следует согласиться с тем что в культурном отношении североамериканское коренное население не может похвалиться такими наглядными человеческими достижениями которые принадлежат цивилизации Центральной и Южной Америки но колониализм тоже выступал в качестве дифференцирующего фактора вполне естественно тут вспомнить о параллелях из древности колонии древнегреческих городов образовывались их метрополиями как по большому счету самостоятельные общины во многом напоминающие английские поселения североамериканского побережья после основания таких колоний их население как правило склонялось к осознанию собственной самости в Испанской империи применялся общий образец атрибутов характерных для метрополии и империи а не провинции имперского Рима потребовалось много времени на уяснение этого факта что классические формы уже послужившие эволюцией Британской Северной Америки еще послужат формированию зародыша будущей мировой державы та эволюция тем самым обеспечит определение конфигурации нашего мира а также американской истории два мощных преобразующих фактора должны еще подействовать перед тем как будущее Северной Америки до конца определиться на двух его путях когда Северный континент будет заселяться в западном направлении и намного увеличится приток переселенцев не принадлежащих к англосаксонской культуре но эти потоки будут проникать внутрь и охватывать отливочные формы приготовленные под чертежом английского наследия оставившего на будущем Соединенных Штатов Америки такие же отметины как от Византии остались ее отметины на судьбе России нации никогда не отказываются от своего происхождения они только учатся рассматривать его с разных сторон иногда со стороны эти отметины видно лучше чем их носителям один немецкий государственный деятель ближе к концу девятнадцатого века назвал важнейшим международным фактом то что народы Великобритании и Соединенных Штатов Америки разговаривают на одном и том же языке америки мы вы в ゆ